«Своей сестре в жюле она сообщила, ты еще не знаешь, что я написала завещание. Надо жить, постоянно помня о смерти, быть с ней на дружеской ноге. Моей дорогой тетушке Асселин я завещаю свадебный молитвенник Дизины». Виктор Геугло верил в то, что болезнь его жены не опасна. «Помните одно, маме больше всего необходим кровяной бифштекс и прекрасное вино», — писал он сыновьям. «Поистине радикальное средство при повышенном давлении». Он сам хотел лечить ее на Гернси. О Гюсту Вакири, который нежно о ней заботился, он писал. «Дорогой О Гюст, и дайте моей горячо любимой страдалице, что если она не побоится совершить поездку по морю, Гернси примет ее с распростертыми объятиями. Ее чтица из Шофонтена будет считать ей, сколько она пожелает. «Жюли сможет писать под ее диктовку, а я сделаю все возможное, чтобы развлечь и рассеять ее. Весна поможет ей, и здоровье восстановится». Он был полон добрых намерений. «Мои дорогие, любите меня все, так как я живу для вас и вами. Вы моя жизнь, я и вдали от вас всегда с вами душой. Дорогая, любимая моя жена, как ласково твои письма, они право благоухают нежностью. Для меня твое письмо, как цветок нашей лучезарной весны. О да, нам всем нужно соединиться. Крепко обнимаю вас». Тем временем сам Гюго трудился и творил. В 1866 году он опубликовал обширный роман «Труженики моря». Он любил гигантские здания. И ему хотелось рассматривать эту книгу, как одну из глыб гигантского здания. «Рок». Собор Парижской Богоматери — «Рок догматов». Отверженные — «Рок законов». «Труженики моря» — «Рок вещей, материи». Произведение отличалось большими достоинствами. Виктор Гюго вложил в него свои глубокие знания, собранные им во время жизни на архипелаге. Об океане, о кораблях, о моряках, о туманах, о морских чудовищах, о скалах и бурях. Гернсийские нравы, местный фольклор, дома, посещаемые привидениями, своеобразный французский язык англо-нормандцев — все это придало роману остроту и новизну. Лето 1859 года он провел на острове Серк, где в обществе Жюльетта и Шарля наблюдал, как моряки взбирались на вершину отвесного утеса. Видел скалы в пещерах контрабандистов, присматривался к спруту, которому предстояло сыграть столь драматическую роль в его романе. Описания штормов и бурь в его записной книжке должны были послужить материалом для книги, которая сначала называлась «Моряк Жюльят». Самоубийство Жюльятта в финале романа предвосхищало следующие записи. «Порт-Церк, 10 июня, 11 часов утра. Человек проскользнул между скалами. Зажатый в самой узкой части расщелины, он не смог выбраться и был вынужден оставаться в ней до прилива, который всегда затоплял расщелину. Ужасная смерть». В течение всего своего пребывания на острове он записывал сведения о катастрофах, в которых был повинен океан. Если волны, скалы и морские чудовища были очерчены в романе с натурой кистью великого художника, то действующие лица получились менее удачными. Некоторые из них словно сошли со страниц романов «Дюма отца» или «Эжена Сюн». Были среди них и опереточные контрабандисты, и мелодраматические злодеи. Что касается главных героев, Жильята и Дирюшеты, то они порождены своеобразной фантазией самого автора. Дирюшета, юная невеста, идеальная, бессознательно жестокая девушка, Адель до измены, Адель, еще не ставшая Аделью, наивная мечта, не перестававшая занимать его воображение. Жильят, благородная натура, подвергшаяся ударам рока, еще одна призрачная фигура Юго. Со времени мансарда на улице Драгуна он не переставал порождать своих униженностей или протестующих героев. В итоге, благодаря сочетанию гениальности и наивности, книга оказалась новой, захватывающей и должна была иметь успех. Юго не спешил издавать ее. Он хотел тотчас же приняться за другой роман. «Мне осталось прожить немного лет, а я должен еще написать или закончить несколько больших книг». Но Лакруа, наживший состояние на отверженных, был на стороже. Его настойчивость восторжествовала. Бывает такой поток неудержимого красноречия, хвалебного и молящего, перед которым не устоит ни один писатель. Юго уступил и продал Лакруа две готовые книги. «Песни улицы лесов» и «Труженики моря» за 120 тысяч франков. Тотчас же два издателя газет, Мило, «Лепти журналь» и «Лес Олей» и «Вельмесан» и «Венеман» попросили разрешение напечатать роман филеетонами. Мило предложил 500 тысяч франков, прибегнув притом к воздействию на чувства. «Предоставив человеку, купившему за 10 сантимов газету, возможность прочесть главу вашего романа, вы окажете большое благо народу. Ваша книга станет общедоступной, каждый сможет ее прочитать. Мать семейства и рабочие в городе, и крестьянин с деревни смогут, не отнимая куска хлеба у своих детей, не лишая стариков родителей охапки дров, дать окружающим свет, утешение и отдых, который принесет им чтение вашего замечательного романа. Гюго отказал. «Свои доводы я нахожу в совести литератора. Именно совесть, как бы я об этом не сожалел, обязывает меня стыдливо отвергнуть полмиллиона франков. Нет, «Труженики моря» должны быть напечатаны только отдельной книгой». Роман был издан отдельной книгой. Франсуа Виктор Гюго писал отцу. «Ты пользуешься огромным всеобщим успехом. Никогда я не видел такого единодушия. Превзойден даже успех отверженных». На этот раз властелин дум нашел достойного человека. Тебя поняли, этим все сказано. Ибо понять такое произведение — это значит проникнуться чувством восторга. Твое имя мелькает во всех газетах, на всех стенах, во всех витринах. Оно у всех на устах. Благодаря Гюго пруд вошел в моду. Ученые, к которым обратили журналисты, не считали его опасным. Этот спор способствовал успеху книги. Модистки выпустили новый фасон шляпы с пруд, предназначенный для «Тружениц моря». Иначе говоря, для элегантных дамочек, которые ездили на морские купания в Дьеб и Струвиль. Ресторану предлагали спрут по-коммерчески. Водолазы выставили живого спрута в аквариуме Домеда на Елисейских полях. Госпожа Гюго писала из Парижа своей сестре Жюли Шене. «Все здесь уподобляется спруту. Почему мой муж, увы, для моего сердца остается гернсийским спрутом?» Газета «Солей», перепечатавшая роман фильетонами, благодаря этому увеличила свой тираж с 28 тысяч до 80 тысяч экземпляров, хотя роман уже был издан полностью отдельной книгой. Пресса осмелилась выразить свое восхищение романом. Он не возбуждал политических споров. Человек в нем боролся лишь со стихией. Здесь, писал молодой критик Амиль Золя, «Поэт дал волю своему воображению и своему сердцу. Он больше не проповедует, он больше не спорит. Мы присутствуем при грандиозном сновидении могучего мыслителя, который сталкивает человека с бесконечностью». «Но достаточно одного вздоха, чтобы сразить человека, одного легкого дыхания розовых уст». Золя ясно определил, какой мыслью был увлечен автор. «Я хотел прославить труд, — писал Гюго, — человеческую волю, преданность, то, что делает человека великим. Я хотел показать, что более неумолимым, чем бездна, является сердце, и что если удается избегнуть опасности и море, то невозможно избегнуть опасности и женщины». Госпожа Гюго писала своему мужу в гиперболических выражениях, украшенных эпитетами, достойными пера Жюльетты, за что она удостоилась похвалы своего мужа. «Чудесная страница, у тебя высокой ум и благородное сердце. Любимая, я счастлив, что нравлюсь тебе, как писатель». Адель часто говорила о приближающейся смерти и думала о ней с душевным спокойствием. «Только грустно, — признавалась она, — что я так поздно поняла и оценила великие произведения. Грустно умирать, когда рассудку все стало ясно». Теперь она была увлечена демократическими идеями и с презрением говорила о суеверных предрассудках прошлого. «О, призраки, господ Фуше!» Последняя битва за Эрнани. Аббат госпоже Тест. Лицо вашего мужа бесконечно меняется. Поль Валерий. Со времени государственного переворота драмы Виктора Гюго, врага режима Наполеона III, не ставились в Париже. Наступил 1867 год. Год всемирной выставки. Миру хотели показать все самое прекрасное, что только было во Франции. Ла Круа опубликовал «Путеводитель по Парижу» с предисловием Виктора Гюго. Могла ли французская комедия в такой момент отказаться от одного из своих величайших драматургов? Предложили возобновить Эрнани. Виктор Гюго немного опасался. Вдруг полиция организует провал. Представители Гюго в Париже, Вакири и Мерис, успокаивали его. Поль Мерис, который был любовником актрисы Джейн Эслер, предпочел бы поставить Рюи Блаза в Адеоне. Тогда его подруга могла бы сыграть роль королевы. Но выбрали все-таки Эрнани. Чтобы совсем уж обезоружить свистунов, решили изменить те стихи, которые когда-то вызывали насмешки. Гюго сам написал Вакири. Вместо «да, о король, направляю за тобой, нужно сказать, да-да, ты прав, я буду там». Он предпочел бы, чтобы у актера Делане хватило смелости сказать «старик, глупец, он полюбил ее». Но Делане не решался произнести эти слова. «Хорошо, заменим их глупым, но безопасным вариантом. О небо, что свершилось? Он полюбил ее». Бесполезные предосторожности. Публику 1867 года неприятно поразили как раз эти изменения в тексте. Зрители портера, которые знали пьесу наизусть, вставали и поправляли актеров. Гюго послал из Гернси собственноручно подписанные им пропуска и попросил, чтобы Вакири поставил на них знаменитую надпись «Иэро». Успех был огромный. Триумф поэзии, политическая манифестация, максимальный сбор — 7 тысяч франков золотом. Госпожа Гюго решила присутствовать на спектакле. Ее муж и сыновья, зная, как опасно для нее всякое волнение, не хотели пускать ее на премьеру, на которой могли возникнуть всякие эксцессы. Она не послушала. «Мне слишком мало осталось жить, чтобы я не пошла на новую премьеру Эрнани и не воспользовала случаем вспомнить мои счастливые молодые годы. Мне пропустить этот праздник?» «Нет, сударь. Во-первых, Эрнани не станут освистывать. Впрочем, я выдержу любой скандал. На свои глаза я сейчас не жалуюсь. Да пусть лучше я совсем потеряю зрение, но пойду на Эрнани, если бы даже мне пришлось заложить самое себя. К сожалению, за такую старуху немного бы дали. Это смирение так же трогательно, как ее желание снова пережить битву за Эрнани, прославившую последний счастливый год ее жизни. Париж увидел ее в театре, сияющую и преображенную. Она присутствовала на всех репетициях. Ее провожал Огюст Вакири, который, несмотря на свою подагру, каждый раз сточился в театр. Слепая и паралитик. Газеты отмечали присутствие госпожи Гюго в Париже. Это ей нравилось. Какое громкое имя я ношу! Студенты, как когда-то, просили контрамарок и предлагали свою поддержку. Один из них сказал Колю Мерису, Виктор Гюго — это наша религия. Успех был нерассказуемый. Это прилагательное придумала Адель. Однако же она все-таки рассказала о премьере. Это было неистовство. Люди обнимались даже на площади перед театром. Молодежь восхищалась еще более пылкой, чем в 1830 году. Она показала себя великолепной, смелой, готовой на все. Я счастлива. Я на седьмом небе. В зале Дюма, Готье, Банвиль, Жерарден, Жюль Симон, Поль Мерис, Адольф Кремье, Огюст Вакири. На галерке учащиеся лицеи. Готье в своем фильетоне написал. Увы, от старой романтической рати осталось очень мало бойцов. Но все те, кто сейчас в живых, были на спектакле, в портере или в ложах. Мы узнавали их с меланхолическим удовольствием, думая о других наших добрых друзьях, исчезнувших навсегда. Впрочем, Эрнани уже не нуждается в своей старой когорте. На него никто не собирается нападать. Знаменитые стихи «О, как прекрасен ты, лев благородный мой», возмущавшие публику при реставрации, были встречены громом аплодисментов. Жюль Жанен утверждал, «Ничто не может сравниться с праздником этого возвращения, на которое мы уже не надеялись». Сент-Бёв, госпожа Гюго, 21 июня 1867 года. Дорогая мадам Гюго, я не мыслю себе, чтобы среди всех поздравлений, которые вы получаете, не было моего письма. Новая постановка Эрнани — это облистательное подтверждение восторгов и любви нашей молодости. Свой час бывает у каждого гения, но гений сверкает в любой час. В течение его дня солнце не раз достигает зенита. Как горько, как жаль мне, прикованному к своему креслу, что я не мог присутствовать на этом празднике, на этом юбилее поэзии, не мог хотя бы побывать в фойе, чтобы услышать вблизи дружеские аплодисменты, пробуждающие столько откликов в наших сердцах, и показать, что я не хочу терять своего места среди ветеранов Эрнани. Сент-Беофф и сам уже чувствовал приближение смерти, и его озлобленность притуплял. 5 января 1866 года он писал Шарлю Баглеру, который часто виделся с семьей Гюго в Бельгии. Гюго, который по временам бывает вашим соседом, стал проповедником и патриархом. Гуманизм чувствуется даже в его пустячках. Очень мило с вашей стороны, что вы иногда беседуете обо мне с госпожой Гюго. Это единственный верный мой друг в этом мире. Другие никогда не прощали мне того, что я в какой-то момент уходил от них. «Дети, Гюго, смотрят на меня, вероятно, только сквозь призму своих предрассудков. Противнее всего на свете для меня последуша романтизма. По-моему, они родились только для того, чтобы обесценить приходящую к своему концу школу и придать ей неизгладимую смехотворность». Гюго парит над всем этим. Его это очень мало беспокоит. «Алте седет, аэолус арте». «Эол сидит на высокой вершине», — латынь, замечание редакции. «И я убежден, что если бы мы встретились с ним лично, наши старые чувства друг другу проснулись бы, затрепетали бы самые сокровенные фибры сердца. Ведь когда бы мы с ним не виделись, уже через несколько секунд мы снова понимали друг друга, совсем как прежде». В апреле 1868 года, когда первенец Алиса Гюго умер от менингита, а сама она была беременна на пятом месяце, Шарль увез твою жену в Париж, а его брат взял на себя заботу о похоронах. Шарль Гюго Франсуа Виктору, 16 апреля 1868 года «Бедное, дорогое дитя, уходя, будет чувствовать, что мы провожаем его, потому что ты — это я, это Алиса. Но ведь и теперь он с нами. Душа не последовала за телом. Его брат, который скоро появится, принесет ее нам с собой. Скажи, не откладывая отцу, что ему придется изменить назначенную нам сумму и посылать в Париж больше, потому что мама при своих ограниченных средствах не может выдержать новых расходов». Госпоже Гюго недолго оставалось жить. Шарль писал брату, «Маме все не лучше. Аксенфельд предупредил меня, что у нее очень тяжелые болезни и такие серьезные расстройства главных органов, против которых медицина бессильна. Она чувствует себя неплохо, насколько это возможно при ее состоянии. Мы ухаживаем за ней и стараемся развлекать ее как можем». Шарлю хотелось остаться в Париже, основать там газету. Но подходящий ли был для этого момент? Отец, которым он посоветовался, сказал, что в такое предприятие он не вложил бы ни гроша. Случалось, Гюго не писал писем по целому месяцу, с головой уйдя в новый роман, по приказу короля. Мэрис взял на себя труд выплачивать его жене и сыновьям ежемесячное содержание из денег, которые давала постановка Эрнани. Госпожа Гюго, Виктору Гюго, 3 мая 1868 года. «Ты, конечно, знаешь, мой дорогой, великий друг, что Шарлю и его жене пришла в голову хорошая мысль остановиться у меня. Я очень рада, что могу приютить их, значит, им не придется нанимать квартиру. Мои дополнительные расходы — это их питание и некоторые другие траты, поскольку нас теперь трое. Стало быть, в Париж надо посылать больше денег, как тебе, вероятно, писал Виктор, а в Брюссель гораздо меньше, там осталось только два человека — Виктор и горничная. Кухарку временно отпустили. Виктор, должно быть, писал тебе так же, что при новых обстоятельствах тебе следует увеличить мой бюджет. А раз это так, то считаешь ли ты удобным, чтобы моим банкиром оставался Мерис? Ведь его распоряжение только случайные суммы. Или ты хочешь сам стать моим банкиром, как это было для Брюссельского дома? Ты, наверное, знаешь, какие деньги есть в запасе у Мериса, и в том случае, если он останется нашим банкиром, ты дашь ему распоряжение и спросишь, истратил ли он уже сборы с Арнани. У меня счета в полном порядке, и по твоему требованию я могла бы послать их тебе. До того дня, как приехали наши дети, я не переходила известных тебе пределов. Итак, теперь ты знаешь все о материальной стороне нашего существования, очень грустного вдали от тебя и еще столь недалекого от несчастья, постигшего нас. Пасскриптум Шарля Гюго. До скорого свидания, тысячу раз, дорогой отец. Поблагодари добрую госпожу Друэ за ее слезы. Она так любила нашего Жоржа. Обнимаю ее и тебя. Шарль пытался уговорить своего брата приехать к нему в Париж. Жить там было так приятно. Шарль Гюго, Франсуа Виктору, 10 мая 1868 года. Почти каждый день мы обедаем в гостях. Вчера у нас обедала госпожа Донне со своей прелестной дочерью. Как нам было бы хорошо в Париже, если бы ты захотел сюда приехать. Все это твердят в один голос. Тебя не понимают. Твой стоятизм и твоя совестливость удивляют всех. У нас был бы в Париже самый большой и самый интересный салон. Подумай об этом. Стратив Париже не больше, чем в Брюсселе, мы можем вести здесь вполне достойную и очень приятную жизнь. Кроме того, мы будем в центре и за короткое время сможем создать себе положение в литературном мире. Я в этом убежден. Что касается отца, то я думаю, он только выиграет в общественном мнении и в мнении отдельных лиц, если у него появится постоянная связь с Парижем, раз там поселится его семья. Наш салон будет представлять его утес. Но пока ты будешь повторять «Останется один, клянусь, я буду им», это невозможно. Хочешь, я сообщу тебе новости о Бонапарте? Я видел его несколько раз на Елисейских полях и в Булонском лесу. Он обрюсткой постарел. Его мертвенно-бледная физиономия изборождена морщинами, взгляд по-прежнему безжизненный, усы сероватые. А все-таки он выглядит неплохо, увы. Негодяй, как видно, здоров. Он всегда в экипаже. Его очень мало приветствуют. Никаких восторженных криков. Но, в общем, он царствует. Париж прекрасен. Новые кварталы великолепны. Теперь строят действительно превосходные дома в разных стилях. Множатся скверы, сады, аллеи, фонтаны. Неслыханная роскошь во всем. Экипажи, лошади и красивые женщины — непредстанный праздник для глаз. Но Франсуа Виктор хотел быть верным изгнанию. И Шарль с легкой иронией вздыхал. До тех пор, пока ты будешь таким, ничего не поделать. Он жаловался на отца в письме от 16 июня 1868 года. От отца все еще ничего нет. Он не послал нам ни одного суз с тех пор, как мы здесь. И мы жили на фонд Мериса. Мама посылает для Адели 100 франков, которые я вложу в это письмо. 26 июня 1868 года. Мама хотела бы знать, послал ли в апреле отец 300 франков Адели на ее летние туалеты. Если не послал, то попроси его, чтобы он это сделал. Настаивай. Мама из-за этого тревожится. Напиши нам, как обстоит дело. Но приближалось лето, а вместе с ним те дни, когда вся семья собиралась в Брюсселе. Госпожа Гюго радовала свиданию с мужем. «Что до меня, то как только ты явишься, я ухвачусь за тебя, не спрашивая твоего разрешения. Я буду такой кроткой и такой милой, что у тебя не хватит духа снова меня покинуть. Конец, о котором я мечтаю, это умереть у тебя на руках». На пороге смерти она цеплялась за эту силу, так часто ее ужасавшую. Ее желание исполнилось. 24 августа 1868 года она совершила прогулку в коляске со своим мужем. Он был с ней ласков и нежен, она очень весела. На следующий день, около трех часов по полудни, у нее случился апоплексический удар, свистящее дыхание, спазмы, паралич половины тела. В записной книжке Виктора Гюго 27 августа 1868 года сказано «Умерла сегодня утром, в шесть часов тридцать минут. Я закрыл ей глаза. Увы, Бог примет эту нежную и благородную душу. Я возвращаю ее ему. Да будет она благословенна. По ее желанию мы перевезем гроб в Вилькье и похороним ее возле нашей милой дочери. Я провожу ее до границы». Вакири и Мерис в тот же день приехали из Парижа, чтобы присутствовать при положении в огроб. Доктор Эмиль Аликс открыл ей лицо. Я взял цветы, которые там были, окружил ими ее голову, положил вокруг головы венчик из белых ромашек так, что лицо осталось открытым. Затем я разбросал цветы по всему телу и наполнил ими весь гроб. Потом я поцеловал ее в лоб, тихо сказал ей «Будь благословенна». Я стал стоять на коленях возле нее. Подошел Шарль, потом Виктор. Они, плача, поцеловали ее и встали позади меня. Поль Мерис, Вакири и Аликс плакали. Они наклонились один за другим и поцеловали ее. Пять часов свинцовый гроб запаяли и привинтили крышку дубового гроба. Прежде чем на дубовый гроб положили крышку, я маленьким ключом, который был у меня в кармане, нацарапал на свинце над ее головой. В. А. А. Ш. Поэт и его сыновья провели ночь в Киеврене. 29 августа 1868 года. В моей комнате лежало иллюстрированное издание отверженных. Я написал на книге мое имя и дату, на память моему хозяину. Сегодня утром в половине десятого мы выехали в Брюссель, прибыли туда в полдень. 30 августа. Предложение Лакруа относительно моих незаконченных произведений. Что ж делать, надо снова браться за работу. Госпожу Гюго сфотографировали на смертном одре в трагическом убранстве покойника. На единственном увеличенном отпечатке последнего ее портрета Виктор Гюго написал «Дорогая покойница, которой я простил». 1 сентября он получил известие о похоронах. Поль Мерис сказал прекрасную речь в Вилькье. Гюго приказал выгравировать на могильной плите «Адель», жена Виктора Гюго. Вкрыли завещание. Виктор Гюго, Огюсту Вакири, 23 декабря 1868 года. Дорогой Огюст, в приписке к завещанию моей жены сказано «Я дарю Огюсту мой лаковый пюпитр и все вещицы, находящиеся у меня на письменном столе. Кроме того, я дарю ему старинный кошелек для раздачи милостыни, который мне достался от госпожи Дорваль. Он висит над портретом моей дедины, написанным мною. Госпоже Мерис, завещаю подаренный мне Огюстом серебряный браслет, который я ношу постоянно». Приписка датирована 21 февраля 1862 года. «После этого срока моя жена уехала с Гернстием. Вещицы, которые были у нее на столе в 1862 году, исчезли. Но пюпитр и кошелек хранятся у меня, и вы можете взять их, когда захотите. Она увезла серебряный браслет в Париж, где ее в последнее время часто обкрадывали. Мы искали браслет, пока еще не могли найти». Браслет не могли найти, потому что вторая Адель, покидая Гернсти, увезла его вместе с несколькими другими принадлежавшими ей драгоценностями. Адель — жена Виктора Гюго. Что было в этих словах? Гордость? Желание вновь завладеть хотя бы после смерти той, которая однажды отстранилась от него при жизни? Или дань уважения к ее верной дружбе? Жюльетта истолковала надпись именно в таком смысле. Она не только не пыталась заставить сдавца жениться на себе, но поддерживала культ умершей Адели. Жюльетта Друэ Виктору Гюго Гернсти 10 октября 1868 года. «Мне кажется, что с тех пор, как я снова живу здесь, моя душа расширилась и стала как бы вдвое больше, и что я люблю тебя не только всей своей душой, но и душой твоей дорогой усопшей. Я прошу ее, достославную свидетельницу твоей жизни на этом свете, чтобы она стала моей предстательницей на небесах и свидетельствовала обо мне перед Богом. Я прошу ее позволения любить тебя, пока я живу на земле, и любить тебя после смерти. Я прошу ее дать мне частицу того божественного дара, которым она была наделена, дара делать себя счастливым. Я надеюсь, что она исполнит мою мольбу, ибо читает в глубине моего сердца». В самом ли деле Адель сделала своего мужа счастливым? Не причинила ли она ему новых горестей после того, как ему стало известно, в какое положение она его поставила? Жена гениального человека бывает одновременно и очень близка, и очень далека от его жизни, которая, кажется, калечит жизнь всех его близких. В Атвильхаузе он тотчас же вернулся к своей рабочей и размеренной жизни. Каждый понедельник – обед для сорока бедных детей. Каждый вечер – обед в Атвилле два. А с ними это будет ежедневно «Део Валенте». По воле Божьей, латынь, примечание редакции. И с расцвета до сумерек – работа. Он продолжал нагромождать пелион на осту. Ему уже было под 70, а он собирался написать целый ряд романов. «Человек, который смеется» или «Англия после 1688 года», «Франция до 1789 года», название еще не было придумано, «93 год». Аристократия, монархия, демократия. Документацию к человеку, который смеется, он нашел, как делал это всегда в книгах, случайно попавшихся ему у букинистов Гернси и Брюсселя. Он даже составлял полные списки пэров английского королевства, чертил планы старого Лондона, палаты лордов. Удивительно то, что при этих случайных и пестрых сведениях он создал довольно стройную картину. Гюго интересовало множество причудливых и, казалось бы, ненужных подробностей, но он чувствовал главное. Он долго искал название книги. Он объявил Лакруа будущему своему издателю, что даст роману заглавие «По приказу короля». Потом по совету друзей назвал свою книгу «Человек, который смеется». Исторический роман? «Драма и история одновременно», — пояснял он. Читатель увидит там неожиданную Англию. Эпоха — удивительный период от 1688 до 1705 годов. Это подготовка нашего французского XVIII века. Это время королевы Анны, о которой так много говорят и которую так мало знают. Я думаю, в этой книге будут откровения даже для Англии. Маккалей, в общем, поверхностный историк. Я попытался проникнуть глубже. Гюго понимал исторический роман не так, как Вальтер Скотт или Дюмафи. Большие фигуры истории должны были виднеться издали, в глубине картины и в профиль. Авторы интересовали только вымысленные персонажи. С этой книгой его связывали кровные узы. Ужасное зрелище, виселица, представшая ночью перед ребенком, сродни страшным картинам, которые в детстве волновали Гюго. Герой романа Гуэн Плен, позже Лорд Клен Чарли, был как Трибуле, как Дидье, как Вадимода, как Эрнани, как Жан Вальжан, жертвой общества. Изуродованный с самого рождения, этот человек, лицо которого искажено жутким смехом, страдающий человек. Восстановленный в своих правах, он остается верен своим товарищам по нужде. И, несмотря на свистки, смех и поношение, произносит в Палате Лордов речь, очень похожую на речи Виктора Гюго в Национальном собрании 1850 года. Другая черта, благодаря которой эта книга, во многих отношениях нелепая и странная, остается человечной, противопоставление Гуэн Плена, человека целомудренного, соблазну плоти. Виктору Гюго с самого отрочества, одновременно целомудренного и волнуемого желаниями, непреодолимо влекло, вместе с тем страшило, женское тело, манящее чувственность, угрожающее душе. Гуэн Плена, созерцавшего спящую Жизиану, охватывает дрожь. Нагота в страшной простоте, настойчивый таинственный призыв существа, неведающего стыда, обращенный ко всему темному, что есть в человеке. Ева, более пугающая, чем дьявол, волнующий экстаз, приводящий к грубому торжеству инстинкта над долгом. Виктор Гюго «Человек, который смеется», часть 2, книга 7, глава 3, примчание редакции. Торжество, которое он знал слишком хорошо и которого страшился в нем человек долго. Человек, который смеется, имел меньший успех, чем предыдущие романы Гюго, отчасти по вине Лакруа, превратившего его издание слишком уж коммерческое предприятие, но также потому, что романисты реалистической и натуралистической школы уже приучили публику искать патетическое в повседневном. Несомненно, писал Гюго, что между моими современниками и мною существует разрыв. Если бы писатель писал только для своего времени, я должен был бы сломать и бросить свое перо. Он по-прежнему писал стихи, достойные восхищения и в его время, и во все времена. Но он прятал их в чемоданы, не желая опубликовывать слишком много. А, впрочем, разве у него еще были современники? Ламартин только что умер. В записной книжке Гюго, отмеченной 4 марта 1869 года, Ламартин умер. Это был величайший из Росинов, не исключая и самого Росина. Виньи умер в 1863 году. Бедный Бодлер, который был гораздо моложе, умер в 1867 году. Дюма сильно сдал. Мериме умирал от болезни сердца. Сент-Бёв от своих застарелых недугов. Один Гюго оставался сильным, плодовитым, колоссальным. Он писал 7 января 1869 года о Гюсту Вакири. «Я хорошо знаю, что не старею, а наоборот расту, и потому-то я чувствую приближение смерти. Вот доказательство существования души. Тело стареет, а мысль растет. Под моей старостью стоит расцвет». «Титан?» «Нет», — говорил Мишле братьям Ганкуром. «Вулкан», — «Мощный гном, который кует железо в больших кузницах в глубине земных недр». Экземпляр «Человека, который смеется», был послан Леони Доне с осторожной дарственной надписью «С уважением», — «В.Д». Конец изгнания. В 1869 году режим Второй империи трещал по всем швам. Все предвещало его конец. Военный разгром в Мексике, дипломатическое поражение в Европе растердили и унизили французов. Император, усталый, больной, сдавал свои позиции и говорил о черных тучах, омрачающих горизонт. Он еще надеялся преобразовать то, что не в силах был поддерживать. Молодой журналист Анри Рошфор, по рождению маркиза Рошфор-Люсте, отрекся от своей касты, чтобы поднять свой авторитет и основал «Ла-Лантерн» — фонарь, еженедельный сатирический листок, дерзкой, остроумной, в первом номере которого была напечатана знаменитая фраза «Во Франции 36 миллионов подданных и столько же поводов к недовольству». Каждый четверг распродавало сто тысяч экземпляров этого журнала. Ободренные таким примером, бывшие редакторы «Эвенеман», оба сына Виктора Гюго, «Польмерис», «Огюст Вакири» решили, что настал момент основать газету для нападения на Вторую империю и завербовали в состав своих сотрудников двух блестящих полемистов — самого Анри Рошфора и Эдуарда Лакруа, сына известного актера. Стали искать название. Виктор Гюго предложил «Призыв к народу». Название «Призыв» понравилось больше и было принято. Газета вышла в свет 8 мая 1869 года, тираж сразу же достиг 50 тысяч экземпляров. Развлекательная и фрондирующая газета имела успех. Виктор Гюго с Гернси ободрял бойцов. 14 мая 1869 года он написал Франсуа Виктору «Дорогой Виктор, поздравляю тебя и Шарля и готов кричать от радости. Твоя первая статья прекрасна по силе и возвышенности идей, по остроумию. Впрочем, не думайте и ты, и Шарль, что я собираюсь расхваливать, как добренькая папочка, все ваши статьи. Но я заранее аплодирую тому, что будет у вас достойно аплодисментов». Естественно, и газеты, и ее сотрудники подверглись преследованию. Штрафы, обыски, привлечения к суду. В записной книжке Виктору Гюго 10 декабря 1869 года отмечено «Сегодня будут судить Шарля. Он имел честь заставить негодяев взвыть от злобы. Это хорошо». Сам Гюго заканчивал «Человека, который смеется» и снова взялся за драматургию, создавая Торквемада. Как обычно, летом 1869 года Гюго поехал в Брюсселе. Шарлю и Франсуа Виктору он сообщил 23 июля 1869 года. «Я рад, мои дорогие, что вы в Брюсселе. Я приеду 31 июля или 5 августа. Сейчас я заканчиваю одну вещь. Попытаюсь немного попутешествовать. Во время моего пребывания в Брюсселе вы будете кормить меня завтраком, кофе и обычная моя котлета. А я позабочусь об обеде, то есть каждый день приглашаю вас всех четверых, в том числе и Жоржа, у которого уже прорезали шесть зубов, обедать в отель «Де-Ла-Пост». Это упростит наш обиход. Не забудьте, нужно, чтобы одна из служанок спала в комнате рядом с моей, в том корпусе, что в глубине. Ночью у меня все еще бывают приступы у души. Он позаботился обо всем. В записной книжке Виктору Гюго 8 августа 1869 года записано «На площади баррикад новая горничная Тереза, которая помещается в комнате, смежной с моей. Она некрасивая, фламандка, белокурая и не знает, сколько ей лет. Думает, что 33. Я спросил ее, вы замужем?» Она ответила с видом настоящей парижанки. «Помилуйте, сударь». В сентябре он согласился поехать в Лозанну для участия в Конгрессе мира. На пути поезд встречали толпы народов с криками «Да здравствует Виктор Гюго!» «Да здравствует республика!» Он произнес речь, обращенную к согражданам Соединенных Штатов Европы. Эту речь он хотел посвятить идее мира, но по своей сути она была воинственной. Чего мы хотим? Мира. Но какого мира мы хотим? Хотим ли мы достигнуть его любой ценой? Нет. Мы не хотим мира под гермом диспотизма. Первое условие мира – это освобождение. Для освобождения, несомненно, потребуется революция, которая будет окончательной и, быть может, увы, война, которая будет последней. Виктор Гюго, Конгресс мира в Лозанне, 14 сентября 1869 года. Примечание редакции. Это была первая из последних войн. За месяц до того император, возомнивший себя теперь либералом, снова предложил амнистию. Гюго ответил, «В Кромвеле есть такие строки, «Ну что ж, я вас помилую!» «Но по какому праву ты помилуешь меня, тиран?» На обратном пути он захотел посмотреть Швейцарию вместе с Жюльетой. Он был счастлив снова, как 30 лет назад, увидеть водопад на Рейне в Шафхаузе. Заглянем в записную книжку Виктора Гюго от 27 сентября 1869 года. «Великолепный водяной дворец. Когда Бог устраивает фонтаны, они у него не истекают и не начинают сразу же пустеть, как у Людовика XIV. Их струи бьют миллионы веков. Я сорвал на краю бездны маленький зеленый листок и отдал Ж.Ж. Потом, поднимаясь по лестнице, вырубленной в скале, нашел два цветка». Ж.Ж. Так в записных книжках Гюго обычно обозначает Жюльетту. Примечание редакции. 1 октября записано. «Когда я приехал в Рюстель, Алиса уже родила. Хорошенькая девочка, восьмимесячная». 10 октября. Сегодня утром, когда маленькая Жанна сосала грудь, она взяла в свою ручонку мой палец и сжала его. В ноябре он возвратился на Гернси, мыслитель в своей мастерской. 6 апреля 1870 года умер горбатый изгнанник, Энне де Кеслер, которого он любил. Круг одиночества, все сужался. Но в июне к нему приехали его внуки. Жюльетта стала поэтом-лауреатом нашего милого Жоржа и сочинила куплеты на мотив карманьолы. «Малютка Жорж приехал к нам, Гернси в Гернси к своим друзьям, и мы его сейчас целуем каждый час». Не очень поэтично, зато от всего сердца. Дедушка велел огородить бассейн, террасу и поставить на детском балконе миску, полную хлебного мякиша, на которую он написал. «Летят малютки-птицы к малютке Жоржу каждый день, воробушки, синицы, летят плевать ячмень и хлебом поживиться». Он по-прежнему работал, следуя неумолимому распорядку дня, но чувствовал, что это уже последние дни перед отъездом, когда спешно заканчивается текущая работа и скоро придется расстаться со своим прежним миром. Каждый смутно сознавал, что близятся какие-то события. Свобода венчала здание в тот момент, когда фундамент его рушился. В мае 1870 года состоялся плебисцит. 7 миллионов 500 тысяч голосов, поданных за реформы, казалось, утверждали либеральную империю, «Но тысячи снежных хлопьев, как сказал Гюго, создают только мрачную лавину. Но что останется от снега, от савана, от белой простыни, когда наступят солнечные дни?» Виктор Гюго. Пролог. 7 миллионов 500 тысяч. Да. Грозный год. Примечание редакции. В Европе Бисмарк искал предлога для войны. В записной книжке Виктору Гюго от 17 июля 1870 года, три дня тому назад, 14 июля, в тот момент, когда я сажал в своем саду в Атвильхаузе дуб Соединенных Штатов Европы, в Европе вспыхнула война. А принцип непогрешимости папы был сокрушен в Риме. Через сто лет не будет больше войн, не будет папы, а дуб будет огромным. Из этих трех предсказаний было столько одно — дуб стал огромным. Война поставила острый вопрос перед совестью Гюго. Если бы империя победила, это значило бы упрочение власти узурпатора, захватившего ее 2 декабря. Если потерпит поражение империя, это будет унижением Франции. Должен ли он вступить в Национальную гвардию и погибнуть за Францию, забыв об империи? С помощью Жюльетты он уложил и затянул ремнем свой чемодан. Во всяком случае, надо ехать в Брюссель. 9 августа стало ясно, что война приведет к катастрофе. Одно за другим проиграны три сражения. В записной книжке Виктора Гюго 9 августа 1870 года отмечено «Я сложу все свои рукописи в три чемодана и буду готов поступить согласно своему долгу и тому, что покажет событие». 15 августа он сел на пароход с Жюльеттой, Шарлем, Алисой, с детьми, с кормилицей Жанной и тремя служанками — Сюзанной, Мариеттой и Филоменой. Жорж называл Виктору Гюго не дедушкой, не дедулей, а па-па-па. 18 августа семья уже была на площади баррикад. Я опять живу привычной жизнью, принимаю холодную ванну, работаю до завтрака. Когда Шарль садился за стол, я положил на его тарелку сверток с золотыми монетами на тысячу франков и записку. «Милый Шарль, прошу тебя позволить мне заплатить за проезд маленькой Жанной». Па-па-па. 18 августа 1870 года. 19 августа он пошел в канцелярию французского посольства, чтобы получить визу на въезд во Францию. К секретарю посольства Антуана де Леболе он сказал, что возвращается во Францию, чтобы исполнить свой гражданский долг, но что он не признает империи. «Во Франции я хочу быть только еще одним национальным гвардейцем». В записной книжке Виктору Гюго отмечено 19 августа 1870 года. Он был очень любезен и сказал мне, «Прежде всего я приветствую величайшего поэта нашего века. Он просил меня подождать до вечера и обещал прислать мне паспорта на дом». Луи Кох, племянник Джульетте Друэ, отправился в Париж. Договорили, что он повидается с Мерисом, с Вакири, с остальными друзьями. И если Виктору Гюго следует вернуться, он телеграфирует горничные Филомене. «Привезите детей». Брюссельские газеты уже объявили, что Гюго хочет вступить в Национальную гвардию и называли его «Отец-новобранец». Виктор Гюго Франсуа Виктору, 26 августа 1870 года. «Милый Виктор, как грустно, что тебя нет подли меня и что я не могу быть там с тобой. Все опять становится очень сложным. Мы следим за событиями и готовы выехать, однако при одном условии, чтобы это не выглядело так, будто мы едем спасать империю. Главная цель — это спасти Францию, спасти Париж, уничтожить империю. И, конечно, за это я готов отдать свою жизнь. Мне сейчас сказали, что если я поеду в Париж, меня там арестуют. Этому я не верю. Но все равно ничто не помешает мне отправиться в Париж, раз он окажется в смертельной опасности, раз ему будут грозить последствия какого-нибудь Ватерлоу. Я с гордостью погибну вместе с Парижем, разделю его участь. Но такой конец был бы величественным, а я боюсь, как бы все эти гнусные поражения не привели к позорному концу. Уж такую участь я не хочу делить с Парижем. Будет ужасно, если Пруссия водворится у нас. И подпишут позорный мир, пойдут на раздел, вообще на какой-нибудь компромисс с Бонапартом или с Ирлеанским домом. Я страшусь этого. Если так случится, и народ не скажет своего слова, я вернусь в изгнание. Третьего сентября император капитулировал, а четвертого сентября была провозглашена республика. Из Парижа пришла телеграмма. Немедленно привезите детей. Пятого сентября Виктор Гюго у окошечка вокзальной кассы в Брюсселе произнес дрожащим от волнения голосом «Один билет до Парижа». На нем была мягкая фетровая шляпа, на ремне через плечо висела кожаная сумка. Он посмотрел на часы. Это был час, когда кончилось его изгнание. И очень бледный сказал Шарлю Кларити, сопровождавшему его молодому писателю, «Девятнадцать лет я ждал этой минуты». В его купе сели Шарль и Алиса Гюго, Антонен Пруст, Жюль Кларити и Жюльетта Друэ. В Ландреси они впервые увидели на путях французских солдат отступающих частей, изнуренных, упавших духом. На них были синие шинели и красные штаны. Гюго со слезами на глазах крикнул им «Да здравствует Франция! Да здравствует французская армия!» Они едва взглянули с безразличным видом на этого плачущего старика с белой бородой. «О, увидеть их снова и в таком положении!» сказал он. «Увидеть солдат моей родины побежденными!» Сын генерала Гюго знал такие времена, когда при звуке дорогого ему имени Франция иностранцы дрожали. У него была неясная надежда еще стать свидетелем эпического подъема и даже вызвать его. Разве он не предсказал все это? Разве не был он последним бастионом свободы? Кто мог лучше руководить молодой республикой, чем старец, который вот уже девятнадцать лет никогда не ошибался? Ярко светила луна, и в окна вагона видны были равнины Франции. Гюго плакал. Поезд прибыл в девять часов тридцать пять минут. Его ожидала огромная толпа, неописуемый прием. Дочь Теофиля Готье, Жюдит Готье, тоже пришла его встретить. Под руку с этой красавицей он вошел в маленькое кафе напротив вокзала. Там она, протянув ногу, загородила путь в восторженной толпе. Гюго говорил с ней с очаровательной любезностью. Потом пришел Поль Мерис и сказал, что Гюго должен произнести речь перед народом. Открыли окно. Изгнальнику пришлось говорить четыре раза. Сначала с балкона второго этажа, потом из своего экипажа. Раздавались крики «Да здравствует Виктор Гюго!» Декламировали стихи из возмездия. Толпа хотела везти его в ратушу. Он крикнул «Нет, граждане!» Я приехал не для того, чтобы пошатнуть временное правительство республики, а для того, чтобы поддержать его. Кричали также «Да здравствует маленький Жорж!» Добравшись за авеню Фрошо к полю Мерису, где Гюго остановился, он сказал народу, «Один этот час вознаградил меня за двадцать лет изгнания». Ночью разразилась сильнейшая гроза, сверкала молния, гремел гром. Само небо было соучастником встречи. Часть десятая. Смерть и преображение. Грозный год. Когда б французом не был я, Я им бы стал, о, Франция моя. Тебе, великой, страждущей, больной, Я отдал бы любовь тебе одной. Виктор Гюго Возвращение в свою страну после длительного изгнания Событие страшное и отрадное. Отрадное потому, что вновь видишь тех людей, Те места, о которых мечтал, Тоскую по родине долгие годы. «Французская земля, как ты светла, Как сердцу ты мила!» Шептал Гюго на Гернси. Увидеть родную землю и горячо любимый Париж, Да, это счастье. Но и мучение. Ведь узнаешь, что все изменилось. Где тот камелек, подле которого я согревал? Обнаруживаешь, что из тех, кого ты знал, Больше мертвых, чем живых. И как горько чувствовать себя чужим Среди множества новых лиц. А главное, нужно было спуститься в Салим по изгнанию, Где ты обитал, исполненный возвышенных идей, И смешаться с мятежной уличной толпой, С ярмаркой на площади. В течение двадцати лет Гюго был пророком республики, Издали воодушевлявшим сопротивление режиму империи. В сентябре 1870 года он, несомненно, надеялся, Хотя и отрицал это, Что его единодушно провозгласят главой правительства Единение партий во имя борьбы с врагом. А ведь игра-то уже была сыграна. Жюль Фавр и его друзья с удивительной ловкостью Заняли 4 сентября здание ратуши, Помешав тем самым основанию коммуны Парижа. Они избрали президентом временного правительства Генерала Тро-Шу, антибонапартиста, клерикала, Убежденного монархиста, Необходимого им в силу того, Что он в глазах всех был признанным главой армии. Люди, которые хотели основать коммуну, Флуранс, Бланки, Ледрюролен, Неодобрительно отнеслись к этому И не признали нового режима. Они были бы счастливы иметь на своей стороне Гюго Воспользоваться его авторитетом. Однако он благоразумно держался по стороне. «У меня почти нет сил присоединяться К кому бы то ни было», — говорил он. Роль поэта республики он считал гораздо выше, Нежели роль президента, Либо соперника президента. Впрочем, он испытывал некоторую обиду. «Я был дикарь морской, бродяга старый». На своей скале он представал морским божеством. В парижском доме он стал простым смертным. В квартире Поля Мериса на авеню Фрошо, Где он остановился, Его навещали очень многие. Низкорослый Луи Блан, Писатель Жюль Кларити, Который принес ему в дар «Золотую пчелу» с императорской мантии. Приходили генералы, Домогавшиеся командных постов. Приходили чиновники, Просившие предоставить им должность. Он отвечал. «Я — никто», Что означало в учтивой форме. «Я ничего не могу сделать». Он вновь встретился с Теофилем Готье, Ласковым, сердечным и весьма смущенным, Так как Тео получал жалование от империи, Будучи критиком монитора И библиотекарем принцессы Матильды. «Я обнял его», — пишет Гюго, «у него был несколько испуганный вид. Я его пригласил пообедать со мной». Проявить суровость Готье Было бы просто неблагодарностью. В 1867 году при возобновлении Эрнани Он показал себя столь же мужественным И преданным другом, Как и во времена розового камзола. Монитор потребовал, чтобы были сделаны купюры В рецензии, где Готье восторженно отзывался о спектакле, Но критик заявил, что тогда он подаст в отставку. Теперь он потерял все. Меня ждало избрание в академию, в сенат. Устроился бы под конец жизни. А вот республика, и все полетело к черту. Эдмон Ганкур навещал старика моря И все записывал в свой дневник. Это составляло его занятия. В квартире Мериса было полно друзей, Развалившихся на диване. Болезненно толстый шар Гюго В форме национальной гвардии Играл с маленьким Жоржем. В полумраке комнаты Выделялась ярко освещенная голова Гюго. В его волосах есть непокорные седые пряди, Как у пророков Микеланджело. А на лице какая-то странная умиротворенность. Умиротворенность почти восторженная. Да, восторженная. Но время от времени Во взгляде его черных глаз Промелькнет какая-то настороженность. Промелькнет и исчезнет. Гонкур спросил его, Как он себя чувствует в Париже. Мне по сердцу Теперешний Париж, Ответил Гюго. Я не хотел бы видеть Булонский лес Времен корец, колясок и ландо. Он нравится мне таким, как сейчас, Когда он весь изрыд, Обращен в развальный. Это прекрасно. Это величественно. Во время этого визита Виктор Гюго казался любезным, Простым, благодушным, Не пророчествовал, как Севилла. Свою значительность Он давал почувствовать Лишь легкими намеками, Когда, например, Говоря об украшении Парижа, Упомянул собор Парижской Богоматери. Испытываешь к нему признательность, Зато холодноватую, Чуть-чуть светскую учтивость, Которую так приятно Встретить в наше время В вульгарной развязности. Эдмон Гонкур, Дневник, том 4, Примечание редакции. Став демократом, Он сохранял чувство Собственного достоинства, Каким поражал еще в 20-х годах, Будучи молодым поэтом. Да, он был прост, Но не фамильярен. Гонкур, скептически настроенный И обескураженный, Уже примирившийся с поражением, Дивился пламенному боевому духу Виктору Гюго. Мы еще воспрянем, Говорил Старик. Мы не можем погибнуть. Исполненный патриотических чувств, Он плакал, Когда по улицам Проходили батальоны солдат С пением марсельезы Ливопоходной песни. Я услышал мощный призыв. Каждый француз Должен жить для нее. Каждый должен умереть за нее. Я слушал и плакал. Вперед, доблестные воины! Я пойду вслед за вами. Виктор Гюго из записной книжки 1870-1871 годов. Примечание редакции. Он написал генералу Трощу Заявление с просьбой зачислить его на службу. Друзья убеждали его в том, Что живой он будет более полезен в стране, Чем мертвый. Возвратившись на родину, Он написал призыв к немцам. Немцы, к вам обращается друг. Нук, откуда это зловещее недоразумение? Два народа создали Европу. Эти два народа — Франция и Германия. Ныне Германия хочет разрушить Европу. Возможно ли это? Разве мы виновники этой войны? Ее хотела империя. Империя ее затеяла. Империя мертва. Очень хорошо. У нас нет ничего общего с этим трупом. Немцы, Если вы и теперь станете упорствовать, Что ж, вы предупреждены. Действуйте, идите, Штурмуйте стены Парижа. Под градом ваших ядер и кортечи Он будет защищаться. А я, старик, Останусь у нем безоружным. Я предпочитаю быть с народами, Которые умирают. И мне жаль вас, Идущих с королями, Которые убивают. Виктор Гюго призыв к немцам. Дела и речи. Во время изгнания. Примечание редакции. Он надеялся, Что его призыву внемлют, И что если он, Виктор Гюго, Встанет между армиями, Война закончится. Она кончится для него, Сказал какой-то злой шутник. Когда старец увидел, Что вокруг Парижа Сжимается железное кольцо, Он ожесточился. Прустаки, по-видимому, Решили, что Франция станет Германией, А Германия Пруссией. Что я, говорящий с вами, Лотарингец по рождению, Немец. Что яркий полдень, Не полдень, а ночь. Что Эврот, Нил, Тибр, Сена, притоки Шпрее. Что город, который вот уже Четыре века освещает земной шар, Не имеет больше права на существование. Что достаточно одного Берлина. Что необходимость солнца Еще не доказана. Что, помимо всего прочего, Мы подаем дурной пример. Что мы Гаморра, А они, прусаки, Небесный огонь. Что настало время с нами покончить, И что отныне род человеческий Будет величиной второстепенной. Париж будет защищаться, Не сомневайтесь в этом. Париж будет защищаться победоносно. Все в бой, граждане. О, Париж, Ты украсил цветами статую, Символизирующую Страсбург. История украсит тебя звездами. Виктор Гюго Воззвание к парижанам Дела и речи Во время изгнания Примечание редакции И вот осажденный город преобразился. Шапошники торговали Остроконечными прусскими касками, Которые приносили в город солдат. Гюго показал одну из них Своим удивленным внукам. В мясных лавках была выставлена Канина и туша ослов. Леса горели вокруг города, И как во времена восточных мотивов Гюго ходил на окраину города Посмотреть на закат солнца, Так теперь он смотрел там На пламя пожара, Полыхавшее на горизонте. Либо на привезные Воздушные шары в небе. В этих странствиях Его сопровождала Жюльетта. Они совершали путешествия Вокруг Парижа По окружной железной дороге. Оба удивлялись Новым высоким домам, Построенным бароном-османом. Жюльетта увидела Груду цветов У подножия статуи Страсбурга, Изваянной Прадье, Той самой статуи, Для которой она служила моделью. Во многих театрах Устраивались концерт. Где читали стихи из «Возмездия». Сбор шел для отливки пушек Парижскому гарнизону. Успех был столь исключителен, Что комитет смог приобрести Три пушки, получившие название «Шато-ден», «Возмездие», «Виктор Гюго». Актеры репетировали на авеню Фрошо свои выступления. Виктор Гюго повстречался С Федериком Леметром, Леа Феликс, Мари Лоран. Он был счастлив вновь Окунуться в атмосферу театра, Столь оживленную и пьянящую, Что тот, кто однажды Ею дышал, никогда ее не забудет. На улицах можно было видеть Маршировавших пехотинцев, Ополченцев, фронтерьеров, Часто с корзинкой овощей, Собранных под огнем противника. Магазины пустовали. Рабочие в блузах и круглых шляпах Кричали «Да здравствует коммуна!» Но вот на улицах пробили сбор. 31 октября коммуна, Бланки, Флоран, Пыталась свергнуть Временное правительство. В записной книжке Виктору Гюго отмечено «Сегодня в полночь Явились национальные гвардейцы, Чтобы отвезти меня в ратушу Председательствовать», Как выразились они В новом правительстве. Я ответил, что осуждаю Эту попытку, И отказался идти. В три часа ночи Флоранцы Бланки Покинули ратушу, И ее занял Трошу. Газеты с похвалой Отозвались о поведении Гюго. У него, как и у всех парижан, Нечего было есть. Теперь приготовляют паштеты с крыс, Говорят, что это вкусно, Шутил Гюго. Ботанический сад присылал ему Медвежатину, Медвежатину, Оленину Или Мясо-антилопы. На Новый год он подарил Своим внучатам, Жоржу и Жанне, Целую корзинку игрушек. Луи Кох преподнес Своей тетке Жюльете Друэ Два качна капусты И две живых куропатки. Королевский, да? Дедушка легко переносил лишения И все перелагал в стихи. Очаровательный Жюдит Готье, Которая не смогла Принять приглашение к обеду, Он написал Шутливое стихотворение. «Ой, если бы вы Снизошли до нас, Вы были бы царицей За столом, Вам был бы подан Жареный пегас, Я угостил бы вас Его крылом». Он написал Четверостиши Медаж Своё завещание. «Не пепел Завещаю я стране, А мой бифштекс, О, лакомый кусок, Попробуйте, Брызнет словно сок Та нежность, Что всегда была во мне». Бомбардировка Калечила Париж. Сильно пострадал квартал, Где Гюго провел Свою юность, Монастырь Филиантинок. Снарядом была пробита Часовня Пресвятой Девы В соборе Сен-Сюльпис, Где некогда венчался Гюго. Сторонники коммуны Все настойчивее Уговаривали поэта Помочь им свергнуть правительство. Теперь он презирал Трошу, Много говорившего о вылазках, Но не совершившего Ни одной вылазки. Гюго прозвал его Причастием прошедшего времени. И написал о нем Злые стихи. «Ничтожный, Бравый, Набожный солдат, Стреляет пушка, Но велик откат». Однако он считал, Что для страны Более опасно Восстать против власти Ввиду врага, Чем поддерживать Беспомощное правительство Карлика, Претендовавшего Сотворить ребенка Этой великанше Франции. Вначале Париж Трошу конным дипломатом. Двадцать девятого января Было заключено перемирие. Шел снег, Как это описано В искуплении. Жестокий бисмарк Произнес Зверь мертв. В Париже Появились и куры, И мясо, Но появились Также и отряды Пруссаков В остроконечных касках. Для того, Чтобы подписать мир, Необходимо было Избрать Национальное собрание, Которое должно было Заседать в Бордо. Естественно, Что Гюго Стал кандидатом Департамента Сены. И, не сомневаясь, Что он будет избран, Направился в Бордо. Его совсем не радовала Мысль стать членом Национального собрания, Которое утвердит поражение. Но он не мог От этого уклониться. В его записной Книжке отмечено «Я приехал в Париж В надежде там умереть. Я направляюсь в Бордо С мыслью возвратиться Оттуда в изгнание». Он уехал в Бордо 13 февраля 1871 года. Только что Избранное Национальное собрание Не разделяло Республиканских И патриотических чувств Виктору Гюго. Застегнутая Врасплох страна Не терпела Больше бы на партистов Виновных в поражении. Но она еще Не желала И голосовать За республиканцев. Страна Голосовала За монархистов И за мир. Мелкопоместные Дворяне, Закоренелые Легитимисты, Не вылезавшие Из своих усадеб Со времени Революции 1830 года Встретились в Бордо На аллеях Турнии. Они Возмущали Поэта. Виктор Гюго Писал Полю Мерису 18 февраля 1871 года. Скажу По секрету, Положение Ужасное. Национальное Собрание Это Бесподобная Палата. Пропорция Представительства Такая. Нас Пятьдесят А их Семьсот. По всей Вероятности Мы не найдем Другого Средства Против Угрожающих Нам Подлых Выпадов Большинства Кроме Мотивированной Отставки Всей Левой Группы. Это Нанесет Рану Собранию И Может быть Смертельную. В Городе Наводненным Депутатами Трудно Было Устроиться С Квартиры В Особенности Для Гюго Который Всегда Переезжал Со Снял Для Семьи Небольшую Квартиру На Улице Сен-Мор В Доме Номер Тринадцать. Алиса Заметила, Что число Тринадцать Ее Преследует. Тринадцатого Февраля Выехали. Тринадцать Пассажиров Находилось Салон Вагоне. Виктор Гюго Очень Суеверный Увидел В этом Дурную Примету. Но Как Только Он Появился Город Возликовал. Национальные Гвардейцы Размахивали Своими Кепи. Толпа Так Шумно Его Приветствовала, Что Старик До слез Растроганный Укрылся В ближайшем Кафе. 16 Февраля Были Объявлены Результаты Голосования По Парижскому Округу. Луи Блан Получил Двести Шестнадцать Тысяч Голосов. Виктор Гюго Двести Четырнадцать Тысяч. Гарибальди Двести Тысяч. Тотча же Правое Большинство Собрания Избрало Главой Исполнительной Власти Маленького Сьера. Гамбетта, Луи Блан, Брессон, Лакруа, Клемансо Окружили Гюго И провели Его В председателе Левого Крыла Собрания. Дни Его Были Целиком Заполнены. Национальное Собрание, Заседание Левой, Писательский Труд. В свободное Время Он прогуливался С малышами Жоржем и Жанны. Меня Можно Именовать Виктор Гюго Представитель Народа И нянька Детей. 26 Февраля Ему Исполнилось 69 лет. 28 Тьер Внес На утверждение Собрание Идиотской Мирный Договор. Эльзас И Лотарингия Отторгались От Франции. В комиссии Гюго Заявил, Что не будет Голосовать За эти Предложения. Париж Готов Скорее Пойти На смерть, Чем Допустить Бесчестие Франции. Достойно Внимания И то обстоятельство, Что Париж Дал нам Наказ Поднять Свой Голос Не только В защиту Франции, Но одновременно И в защиту Европы. Париж Выполняет Свою роль Столицы Континента. Он Сказал Тогда, Что если Даже Франция Подпишет Договор, Германия Не будет Владеть Двумя Провинциями. Захватить Не значит Владеть. Захват Это Грабеж И ничего Больше. Это Стало Фактом, Пусть, Но Право Не выводит Из фактов. Эльзас И Лотарингия Хотят Остаться Францией. Они Останутся Францией Вопреки Всему, Ибо Франция Олицетворяет Республику И Цивилизацию. И Франция Со Своей Стороны Никогда Не поступит Со Своим Долгом В отношении Эльзас И Лотарингии В отношении Самой Себя В отношении Мира. Господа, В Страсбурге, В прославленном Страсбурге, Разрушенном Прусскими Снарядами, Высятся Два Памятника Гутенбергу И Клеберу. И Вот Внутреннему Голосу Мы Клянемся Гутенбергу Не Позволить Задушить Цивилизацию. Мы Клянемся Клеберу Не Позволить Задушить Республику. Он Объявил, И Час Этот Пробьет. Оно Уже Близится. Это Ужасное Отмщение. Уже Сегодня Мы Слышим Грозную Поступ Истории. Это Шагает Наше Победоносное Будущее. Да, Уже Завтра Все Начнется. Уже Завтра Франция Будет Проникнута Только Одной Мыслью. Прийти В себя. Обрести Душевное Равновесие. Стряхнуть Кошмар Отчаяния. Собраться Силами. Взращивать Семена Священного Гнева В душах Детей, Которым Предстоит Стать Взрослыми. Отливать Пушки И воспитывать Граждан. Создать Армию Неотделимую От народа. Призвать Науку На помощь Войне. Изучить Тактику Прусаков, Подобно Тому, Как Рим Изучал Тактику Карфагенен. Укрепиться, Стать Тверже, Возродиться, Снова Сделаться Великой Францией, Какой Она Была В 1792 Году. Францией, Вооруженной Идеей И Францией, Вооруженной Мечом. В один Прекрасный День Она Внезапно Распрямится. Да, Это Будет Грозное Зрелище. Все Увидят, Как одним Рывком Она Вернет Себе Лотарингию, Вернет Эльзас. И что Ж, Это Все? Нет, Нет, Послушайте Меня, Она Займет Трир, Майндс, Кёльн, Коблендс, Весь Левый Берег Рейна. И тогда Все Услышат Громкий Голос Франции, Наступил Мой Черед, И вот Я Здесь, Германия. Но Разве Я Твой Враг? Нет, Я Твоя Сестра. Я Все У Тебя Отвоевала, И Все Тебе Возвращаю. Но При Одном Условии. Мы Станем Отныне Единым Народом, Единой Семьей, Единой Республикой. Виктор Гюго «Речь О Войне» Заседание Национального Собрания 1 марта 1871 года «Дела И Речи Во Время Изгнания» Примечания Редакции. При выходе из Зала Он Услышал, Как Один Из Представителей Правый Сказал Своему Соседу Луи Блан Мерзавец А Это Еще Хуже Поэту Хотелось Чтобы Вся Группа Левых Покинула Зал Заседаний Вместе С Представителями Эльзаса И Лотарингии Он Не Мог Их Уговорить Когда Собрание Испугавше Парижа Решило Заседать В Версале Он Возражал Господа Не Будем Посягать На Париж Не Следует Заходить Дальше Пруссии Пруссаке Искалечили Францию Не Будем Же Ее Обезглавливать Его Не Послушали Восьмого Марта Собрание Обсуждало Вопрос О Гарибадзе Было Предложено Отменить Состоявшиеся В Алшире Избрание В депутата Великого Итальянца Который В самый Тяжелый Для Франции Момент Встал На Ее Защиту В бурной Обстановке При неистовых Криках Большинства Собрания Гюго Возражал Как Единственный Иностранец Пришедший Сражаться За Францию Единственный Из всех Генералов В этой войне Кто не Понес Поражение И его Вознамерились Исключить Викон Делор Жериль Перебивал Его На каждой Фразе Называл Гарибадзе Статистом Из мелодрамы И Наконец Заявил Что Собрание Должно Лишить Слово Виктору Гюго Ибо Он Говорит Не по-французски Среди Страшного Шума И возгласов К порядку Председатель Попросил Гюго Объясниться Я Удовлетворю Вас Господа Сказал Гюго И пойду Еще Дальше Чем Вы Требуете Три Недели Тому Назад Вы Отказались Выслушать Гарибадзе Сегодня Вы Отказываетесь Выслушать Меня Этого С меня Достаточно Я Подаю В отставку Речь В национальном Собрании 8 марта 1871 года Дела И речи Во время Изгнания Примечание Редакции Напрасно Председатель От имени Собрания Выразил Сожаление Напрасно Луи Блан Говорил О душевной Боли Испытываемой Столькими Французами Из-за того Что гениальный Человек Вынужден Оставить Французское Национальное Собрание Он Сам Этого Захотел Закричал Один из Правых По собственной Воле Поддержал его Герцог Демармье Левая В полном Составе Направилась В дом Поэта Он же Одиннадцатого Марта Начал готовиться К отъезду В Аркашон Он был В прекрасном Настроении Радуясь Что хлопнул Дверью Уходя Из собрания Которые Он презирал Однако Он сожалел Что не мог Разрешить Ряд задач И записал Свои книжки Отмена Смертной Казни Отмена Позорищих И бесчестящих Наказаний По приговору Суда Реформа Магистратуры Подготовка К организации Соединенных Штатов Европы Обязательное Бесплатное Образование Права Женщины Программа На сто лет Он пародировал Национальное Собрание Изображая Как бы там Пытался Корнель Произнести Фразу А как Вы думаете Что он мог Бы сделать Против троих Вот как бы Это происходило Писал Гюго Корнель А как Дареваль Дурак Дурак Белькостель Красный Правый В один голос Опасный Продолжительный Смех Рауль Дюваль Корнелю Уважайте законы Корнель Вы Анисон Деперрон У-у-у Всеобщий Смех Корнель Свяжите Бабен Шевет Связать Да-да Вязать Сумасшедших Прапари Корнелю Таких как Вы — Аббад Жафр, Корнелю, ваша речь недостойна собрания. — Викондо Лоржериль, господин председатель, лишите слова Пьера Корнеля. Он говорит не по-французски. Корнель пытается продолжать. Правый в один голос — «Довольно, довольно». Последние слова, которые хотел произнести Корнель, теряются в шуме. В этой пародии, увы, не было никакого преувеличения. В течение нескольких дней Гюго плохо спал. Он думал о том, что число тринадцать преследует его. Вот даже покинуть свою временную квартиру в Бордо он должен тринадцатого числа. Дурное предзнаменование. Он прислушивался к ночным стукам. Казалось, кто-то бьет молотком по доске. Тринадцатого он весь день осматривал Бордо. Был во дворце Гальена. Вместе с Алисой, Шарлем и тремя друзьями он должен был обедать в ресторане «Ланта». Алиса и приглашенные уже собрались там. Поджидали Шарля. Вдруг вошел посыльно и сообщил Виктору Гюго, что его просят выйти на улицу. «Это приехал господин Порт, владелец дома номер тринадцать по улице Сен-Мор. Господин Гюго, — сказал он, — мужайтесь. Ваш сын Шарль. Увы, он умер». Гюго оперся о стену. «Да», — продолжал Порт, — он нанял фиакр. Когда подъехали в кафе Бордо, кучер открыл дверцу и обнаружил, что привез мертвеца. «У вашего сына хлынула кровь через нос и изо рта. Скоропостижная смерть от кровоизлияния в мозг». Гюго сказал Алисе, что вскоре вернется и помчался на улицу Сен-Мор. Туда принесли тело Шарля. Дети спали. В записной книжке Виктору Гюго 14 марта 1871 года я утешал Алису, плакал вместе с нею. Впервые я обратился к ней на «ты». Оплатил вчерашний обед в ресторане «Ланта» — 27 франков 75 сантимов. Обед, на который мы ждали Шарля. Гюго решил похоронить сына в Париже на кладбище Пер-Лашест в могиле генерала Гюго. Он покинул Бордо 17 марта в 6 часов 30 минут вечера, надломленный, но мужественный. Жесток удар судьбы, немыслим горе гнет, но он и эту боль бестрепета снесет. Виктор Гюго, Март. Грозный год. Перевод Ваксмахера. Примечание редакции. Чья вина? И гибли корабли, и шли ко дну, я с ними погружался в глубину. Их боль для сердца моего была нужней, чем ваше торжество. Виктор Гюго. Траурный поезд прибыл в Париж в разгар восстания. Коммуна взяла власть в свои руки. Революционеры и патриоты объединились, исполненные гнева против условий мирного договора и против национального собрания. Распространялись различные слухи. На Монмартре происходили стычки. Расстреляли двух генералов. У Орлеанского вокзала толпа ожидала Виктора Гюго и гроб с прахом его сына. Отец в трауре принял своих друзей в кабинете начальника вокзала. Он сказал Гонкуру, вас постигло несчастье, меня тоже, но со мной не так, как с другими. Два страшных удара в течение жизни. Началось траурное шествие. Пестрая толпа, несколько писателей, Франсуа Виктор рядом с отцом и вооруженный народ. Седая голова, идущего за гробом Гюго в откинутом капюшоне, поднималась над этой пестрой массой, напоминая голову воинственного монарха времен Лиги. С площади Бастилии процессию сопровождал, само собой, возникший почетный эскорт с опущенными ружьями. На протяжении всего пути до кладбища Пер-Ле-Шест батальоны национальной гвардии брали на караул и салютовали знамени. Барабанщики выбивали траурную дробь, играли гарнисты. Из-за воздвигнутых в городе баррикад кортежу приходилось двигаться в обход. На кладбище говорил Вакирис. На гроб стали бросать цветы. Так как гроб не проходил в двери склепа, необходимо было подточить камень. Это тянулось довольно долго. Гюго, задумавшись, смотрел на могилу своего отца, которую он не видел со времен изгнания. Смотрел на гроб старшего сына и на то место, которое ему предстояло вскоре занять. Стихи возникли в его уме. Рокочет барабан, склоняются знамена, И от Бастилии до сумрачного склона, Того холма, где спят прошедшие века, Под кипарисами и шумящими слегка. Стоит в печальной раздумье погруженный, Двумя шпалерами народ вооруженный. Между ними движутся отец и мертвый сын. Был смел, прекрасен, бодр еще вчера один. Другой старик, ему стесняет грудь рыданье, И легионы им салютуют в молчании. Виктор Гюго, собрание сочинений, том 13, похороны, грозный год, Перевод Корнеева, примечание редакции. Перед тем, как гроб был опущен в могилу, Гюго встал на колени и поцеловал его. Он всегда придерживался этого ритуала. Когда он уходил, его окружила толпа. Незнакомые люди пожимали ему руку. «Как любит меня этот народ!» «И как я люблю его!» Тотчас же вместе с Жюльеттой, Алисой и детьми Он уехал в Брюссель, Где Шарль сжил со времени своей женитьбы. Нужно было уладить дело с наследством, Обремененным долгами. Некоторые осуждали Гюго, говорили, что он просто Воспользовался удобным предлогом, чтобы уехать, Вместо того, чтобы занять определенную политическую позицию. Однако ему действительно необходимо было находиться в это время в Бельгии. Алиса и Шарль привыкли ездить на курорт в СПА, Пристрастились там к игре, И, проигравшись дотла, задолжали большую сумму. В записной книжке Гюго 8 апреля 1871 года отмечено «Алиса и внуки позавтракали». Затем мы вместе с Виктором направились к нотариусу Ван Хальтену. Он сообщил нам весь счет долгов семьи. Долги, объявленные в Брюсселе, составляют больше 30 тысяч франков. К 30 тысячам франков этих долгов, Алиса и Шарль вместе, Следует прибавить 41 125 франков долга по газете «Ротель» призыв, И 8 тысяч франков по распискам доктору Эмилю Аликсу. Кроме того, расходы, связанные с похоронами в Париже И оплатой нотариусу в Брюсселе. 9 апреля 1871 года Я предупредил Виктора, что Алиса должна вернуть неоплаченную Шаль, Шаль с золотыми пальмовыми ветками стоимостью тысячи франков, И что я ни в коем случае не заплачу за нее, Не желая, чтобы эта сумма была отнята у двух малолетних детей. Гюго внимательно следил за событиями в Париже. Они были плачевны. Французы дрались между собой на виду противника. Если бы Гюго полагал, что он может быть чем-то полезен, То, несмотря на семейные обязательства, Возвратился бы в Париж. Бесспорно, ничто бы меня не удержало. Но я мог лишь, как мне казалось, ухудшить обстановку. Моя слабость говорит всегда правду, Ничего, кроме правды, только правду. Что может быть более неприятным? Собрание меня не принимает. Коммуна меня не знает. Конечно, это была моя ошибка. События ухудшались. Коммуна, сражаясь, убивала и сжигала. Версальцы обстреливали Париж. Короче говоря, коммуна столь же безрассудна, Как жестоко национальное собрание. Безумие с обеих сторон. Но Франция, Париж и Республика выйдут из положения. Добавил он, веря, что в конечном счете Мудрость древней страны восторжествует. 20 августа он узнал о смерти Эмиля Дэшану, Старого своего друга, Умершего после ужасных страданий На восьмидесятом году жизни. При свете луны, Среди деревьев на площади баррикад, Он услышал, как пел соловей, И ему пришла мысль, Не воплотилась ли в соловье Душа одного из дорогих умерших? Жанна говорила во сне, Папа. Отец ее умер. Теперь дед учил Жоржу чтению. Он писал стихи для газеты Роттель, Они назывались «Вопль», То был призыв к сражавшимся Прекратить ужасную резню. Бойцы, к чему ведет кровавая борьба? Вы, как слепой огонь, сжигающий хлеба, Уничтожаете честь, разум и надежды. Как Франция на Францию? А помните, пора! Ваш воинский успех не славит никого и унижает всех, Ведь каждое ядро лети, то сты, то горе, Увеча Францию и Францию позоря. Виктор Гюго, собрание сочинений, том тринадцатый, Вопль, Грозный год, перевод Донского, Примечание редакции. Он не одобрял крайностей коммуны, Но убеждал Версальское правительство Не отвечать на насилие жестокостью, Прочь мщение. Упорно верю я в священные слова, Честь, разум, совесть, долг, Ответственность, права. Кто ищет истину, тому нельзя быть лживым, Служа республике, быть нужно справедливым, Долг перед ней велит свой обуздать порыв, Тот, кто безжалостен, едва ли справедлив. Двадцатилетнее изгнание научило меня тому, Что гнев есть слабость, стойкость — сила. Мой отвратился дух от ярости слепой, Когда увижу я, что страждет не друг мой, Преследователь мой, мой самый лютый ворог, Что он в тюрьме, в цепях, То он мне станет дорог за то, что он гоним. Теперь неправый суд преследует его, Я дам ему приют, И первым за него ходатаем я буду. Когда б я был Христом, То я бы спас Иуду. Виктор Гюго, Долой репрессии, Грозный год, перевод Донского, Примечание редакции. Но дух ненависти охватил как Париж, Так и Версаль. Каждый день Гюго узнавал то о смерти, То об аресте своих друзей. Флуранс убит. Шоде расстрелян коммуной. Лакруа арестован версальцами. Затем, после прихода версальцев в Париж, Двадцать первого мая, Рошфор и Анри Бауэр были заключены в тюрьму. Луизе Мишель, Красной Деве, Чей великой жалостью Виктор Гюго восхищался, Угрожала смертная казнь. Коммуна расстреляла 64 заложника. Национальное собрание расстреляло Шесть тысяч заключенных. Сто за одного. Эти люди, писал Виктор Гюго, Утверждали, Все во имя закона, Все именем закона. Что вы наделали? Массовый расстрел, Казни без суда случайных людей, Военно-полевые суды. Побежденные коммунары Устремились в Бельгию. Гюго объявил, Что он предоставит изгнанникам убежище В своем доме. Площадь баррикад четыре. Не будем закрывать нашу дверь Перед беженцами. Быть может, ни в чем не повинными, И уж, несомненно, Не осознавшими свои действия. Его протест своими правоубежища Появился в Индепендант Бенш. Он получил много приветственных писем. Но как-то ночью был разбужен криками Смерть Виктору Гюго! Смерть разбойнику! На фонарь! Большие камни разбили его окна, Его люстры. Маленький Жорж в испуге лепетал. Это прусаки. Банда хулиганов пыталась взломать ставлю. Этого им сделать не удалось. Дома создали человек пятьдесят золотой молодежи. Дело по существу не столь уж серьезное. Но декрет бельгийского правительства Предписал господину Виктору Гюго, Литератору, Шестидесяти девяти лет, Немедленно покинуть королевство И впредь не возвращаться сюда. Виктор Гюго, Бельгийский инцидент, Дела и речи, Во время изгнания, Примечание редакции. К чести Бельгии следует сказать, Что последовали горячие протесты Против этой высылки Как в Палате депутатов, Так и по всей стране. Гюго обратился к бельгийцам С благородным письмом. В каждом деле, Потерпевшем поражении, Надо разобраться. Так мне казалось. Расследуем прежде чем судить, И особенно прежде чем осуждать, И особенно прежде чем казнить. Я считал этот принцип бесспорным, Но оказывается, Куда лучше сразу же убивать. Быть может хорошо, Что мне в моей жизни Пришлось испытать изгнание. Впрочем, Я по-прежнему не намерен Смешивать бельгийский народ С бельгийским правительством. И считая для себя честью Длительное гостеприимство, Оказанное мне Бельгией, Я прощаю правительство И благодарю народ. Виктор Гюго, Бельгийский инцидент. Письмо пяти представителям Бельгийского народа. Дела и речи во время изгнания. Примечание редакции. Возвратиться в это время во Францию Означало подвергнуть себя Жестоким и ненужным оскорблением. Он решил направиться в Люксембург. Во время летних путешествий Вместе с Жюльеттой Он четыре раза останавливался В маленьком городке Виандене, Который нравился ему по двум причинам. Жители страны, узнав его, Исполнили перед его окнами Утреннюю сиренаду. Ему нравились также возвышавшиеся Над долиной руины старого замка В излюбленном им стиле. Наконец он обрел покой. Люксембург устроил ему пышный прием. На перроне вокзала люди, Проходя мимо него, Его восклицали «Да здравствует республика!», А многие очаровательные женщины Бросали на него удивительно нежные взгляды. В Виандене он снял два дома. Один старинный, с резными украшениями, Склонившийся над рекой Ур для себя, Другой — для своей семьи. Теперь в первом доме устроен музей, В другом находится гостиница Виктор Гюго, Примечание автора. Он сразу же взялся за перо, Радуясь, что может продолжить работу Над своим романом и стихами. Но его тревожили поступавшие Из Парижа сообщения. Мерис был арестован, Вакири охвачен беспокойством, Рошфору, по-видимому, Угрожала ссылка. Луиза Мишель, Дикая маленькая мечтательница, Воскликнула на военном совете «Если вы не трусы, Расстреляйте меня!» Гюго написал в ее честь Превосходные стихи И решительно выступил Против жестоких репрессий. Речь идет о стихотворении «Виро майор» «Мужественнее мужа» Латынь, Примечание редакции. Луи Блан и Виктор Шальшер, Больше чем он, Подвергавшись опасности, Благоразумно отмежевались от него. В записной книжке Виктора Гюго От 13 июня 1871 года. Я отвечу им Откровенность за откровенность. Мне ненавистны Как преступления красных, Так и преступления белых. Вы промолчали, А я говорил. Я выступил с протестом Против призыва «Вая Виктис», «Горе побежденным», Латынь, Примечание редакции. Так как всюду говорили, Что он оказывает Радушный прием беженцам, Некая 18-летняя женщина, Мари Мерсье, Написала ему письмо, Попросив предоставить ей убежище. Она была подругой Слесаря Мориса Гарро, Ставшего во время коммуны Начальником тюрьмы Мазар. Хотя он, по-видимому, Не совершал никаких жестокостей, Его без суда расстреляли, И его любовница, Как некогда Софи Гюго, По кровавым следам Шла за фургоном С трупами до кладбища Берси. Мари Мерсье, Вдова Гарро, Просила предоставить ей работу. Гюго получил согласие Своей снохи, Что она наймет Мари горничной. Впоследствии он стал ее любовником. Эта круглолицая, черноволосая Румяная женщина с пухлыми губками Была очаровательная. Она много рассказывала ему о коммуне. «Кровь прямо ручьями лилась», — говорила она. Мари, носившая глубокий траур, Колебалась, не желая поддаться увлечению, Но Олимпио был настойчив. «Только он один умел так обворожить женщину», — Признавалась Мари тридцать лет спустя. Она не видела в этом ничего плохого. Ребячливая, трогательная Своим горем, одиночеством, Печальным взглядом в восемнадцать лет, Слезами бежавшими по черной вуалью, Словно жемчужины, По розовым ее щекам. Он поклонялся тому, Во что верили мы с мужем, Свободе, справедливости, республике. Как некогда Джульетте, Он говорил ей о Боге, Бессмертии, цветах, деревьях, О бесконечности и о любви. Она ласкала его, Восхищалась им, Обожала, Хотела иметь от него ребенка. Повинуясь ему, Она купалась в реке Ур, И Нагая входила в воду Перед своим старым, Но вечно юным любовником. Столь же подвижной, Как и она, Он увозил ее на длительные прогулки, Поднимался с ней на соседние горы. После всех этих голландных восхождений, Он возвращался в свой маленький домик, И в одиночестве, стоя у конторки, Писал «Грозный год», 93-й год, Стихи для новой серии «Легенда веков», Где по поводу Магомета он говорил о себе. Он созерцал ногих прекрасных дев, А после очи к небесам воздев, Шептал «Земле — любовь, А небу — свет». Виктор Гюго, «Ислам», «Легенда веков», Примечание редакции. Трагические воспоминания Мари Мерсье Побудили его написать замечательные поэмы, Мрачные и благородные, В которых с песней на устах, С гордым презрением, Молодые девушки идут умирать за родину. Он неустанно повторял, Что те, кого убивают, Это его братья, Что он защищает сраженных, Против которых боролся в пору их могущества, Что жизненные конфликты Разрешаются любовью, а не оружием, Увы, изгнанник снова потрясен, Еще не кончился кошмарный сон, Глубокий ров, Команда в тишине, Толпа несчастных лепится к стене, И грохнул залп. Кого, за что казнят? Да без разбору, Все и всех подряд. Давай, давай, Пали, стреляй скорей, В бандитов и коллег, В детей и матерей, Пусть на щеке слеза еще тепла, Но известь всех сожрет, Сожжет дотла. Виктор Гюго в Виандене Грозный год Примечание редакции Он сделал для себя выбор Между соображениями государственной пользы, Угодливой, как публичная женщина, И милосердием. Разве в этой пользе Была хоть крупица истинной пользы? Служила ли она государственным интересам? Чтобы высмеять эти интересы, Он воспользовался интонацией возмездия, Ее жестокой иронии. О, братство! Ты химера из химер! Америка Европе не пример! Мечтать о царстве света и ума Глупее, чем строить снежные дома. Виктор Гюго, Июнь, Грозный год Примечание редакции То были два необычайно плодовитых месяца. Победа над молодой женщиной Подхлёвствовала его поэтической дар. Попадались на его пути и другие приключения, И он мимоходом срывал поцелуи. В конце своего пребывания в этом краю Он направился в Тюанвиль, Посмотреть на город, который когда-то защищал И прославил его отец, Затем он остановился на некоторое время В Алтвизе, где встретил Мари Мерсье, Устроившуюся с его помощью, работать модисткой. Записные книжки Гюго Пестрят заметками о триумфах. 3 сентября Кажется, влюблена 11 сентября Хочу, чтобы она родила мне ребенка 12 сентября 12 сентября Теперь все дни, в любой час, все та же Мари 22 сентября Все та же, всецело Моя Испанский язык в этих записях должен был охранять любовные тайны от пытливой ревности Жюльетты 1 октября он прибыл в Париж Каков будет прием? В обществе драматических писателей Ксавье де Монтепен потребовал его исключений, как защитника секты убийц Ксавье де Монтепен был автором романов, печатавшихся в газетах с продолжением И Мелодрам Ему принадлежит замечательный афоризм Свобода совести, понятие лишенное смысла В записной книжке Виктора Гюго отмечено 5 сентября 1871 года Год тому назад я возвратился в Париж Какой был тогда восторженный прием? И какое отношение ко мне теперь? А что я такого сделал? Просто выполнил свой долг 16 сентября 1871 года Получил телеграмму от Мериса Он снял нам квартиру на год Улица Ларош-Фуко, 66 Возвращение было довольно драматичным Совершая вместе с Жюльеттой прогулку в экипаже Он увидел разрушенный дворец Тюлери и Ратушу Его просили вступиться за Рошфора Без особой надежды он попросил свидания у Тьера Теперь я ничто В Версаль он поехал поездом В вагоне какой-то мужчина в модных желтых перчатках Узнав Гюго, бросал на него яростные взгляды В префектуре его провели в салон, обитый шелком малинового цвета Вошел Тьер Прием оказался более сердечным, чем ожидал Гюго Между нами существует расхождение во взглядах, сказал Гюго «Которой сознаем и вы, и я, но в вопросах совести мы можем сойти» Было условлено, что Рошфора не отправят в ссылку Что ему беспрепятственно будут давать свидания с детьми и разрешат писать Гюго настаивал на амнистии И требовал, чтобы больше не было слепого подчинения военным Сьер признался в своем бессилии «Я весьма ничтожный диктатор в черном сюртуке Я, так же, как и вы, побежденный, носящий маску победителя На меня сыплется грас проклятий, так же, как и на вас» На обратном пути какая-то молодая женщина, находившаяся в вагоне Показывая мужу заметку в газете, сказала «Виктор Гюго — герой!» «Тише!» — шепнул муж «Он ведь здесь!» Она взяла со скамейки шляпу поэта И коснулась губами траурной лентой Затем она сказала «Вы много выстрадали, сударь! Продолжайте защищать побежденных!» Он поцеловал ей руку На следующий день он отправился к Рошфорум «Без вас я бы погиб!» — сказал узник В последовавшие дни Гюго хотел осмотреть свой Париж Почти все дома, где он когда-то жил, оказались разрушенными В газете «Распель», в которой, наконец, было снято запрещение Он в первом же номере опубликовал обращение к редакторам В переживаемый нами момент необходимо сделать одно, лишь одно Что именно? Возродить Францию Возродить Францию во имя каких целей? Ради самой Франции? Нет Ради всего человечества Угасший светильник никто не зажигает вновь ради самого светильника Светильник зажигают также и для того, кто его погасил и этим ослепил себя Францию нужно возродить и ради Германии Да, ради Германии Ибо Германия — раб, и Франция возвратит ей свободу Этот номер газеты раздавался бесплатно Гюго дорожил вниманием преданных ему читателей, но его ненавидело знать за его политические взгляды Монархические и бонапартистские салоны единодушно чернили его гений Однажды в салоне принцессы Матильды, изгнание которой длилось всего два года, лишь один теофиль Готье защищал его О, что бы вы ни говорили, Гюго, поэт Туманов, туч, море, поэт неуловимых очертаний, по-прежнему велик Но поэт Туманов совершил преступление, ибо стал также поэтом бедноты Этот 1872 год казался ему мрачным Он потерпел поражение на январских выборах В тех ужасала его снисходительность к коммунарам В феврале возвратилась в Париж его несчастная дочь Некоторое время семья не знала, где находится Адель После того, как Пинксон был отправлен в гарнизон на остров Ла-Барбак Она последовала за ним, но никому не сообщила своего адреса И одна, без средств, впала в такое безумие, что ее пришлось поместить в больницу Когда ее опознали, она была доставлена во Францию негритянкой Селиной Альварес-Баа Чернокожей энергичной жительницей этой колонии В записной книжке Виктора Гюго отмечено 6 марта Я отправился к доктору Аликсу, чтобы вручить деньги мадам Баа, которая 17-го уезжает в Тринидад из Ливерпуля За услуги 500 франков, ее проезд до Тринидада 800 франков, переезд до Ливерпуля 100 франков, возмещение различных расходов 100 франков, итого 1500 франков Мадам Баа передала мне драгоценности Адель Все сломано и разграблено Я обнаружил кольцо моей жены Мадам Баа я подарил два золотых браслета, брошь и серьги, тоже золотые, на память об Аделе 10 марта записано Она уезжает во вторник 12-го Я вручил ей 1500 франков банкнотами и золотой убор Со мной была Жанна, она внимательно разглядывала чернокожую мадам Баа Адель была помещена в Цен-Манде Она вышла оттуда после смерти Виктора Гюго с тем, чтобы направиться в замок Сюрен Прежнее поместье княгини Вадемон В роскошную психиатрическую больницу, где она занимала отдельный флегелек Здесь она и умерла в 1915 году в возрасте 85 лет Она была очень тихой, больной, совсем не казалась несчастной, но часто несла всякий вздор Оставаясь превосходной музыкантшей, неутомимой пианисткой, она называла себя автором самых знаменитых опер Для развлечения ее водили в зоологический сад и в магазин Бон-Марше Воспоминание о тяжелом времени, пережитом на острове Ла-Барбат, породило в ней удивительную боязнь голода Она, подобно собакам, прятала все, что ей давали И как во времена безумия своего брата и жена, Гюго страдал от тайной душевной раны, омрачавшей его жизни Моя бедная Адель, бедная моя дочка, более мертвые, чем мертвецы Как бы я хотел, чтобы подобные мучения не оставляли в сердце следа Вчера я навестил бедняжку Боже ты мой, какой ужас! Только труд и чувственные наслаждения могли отвлечь его от этих призраков Женщины продолжали играть большую роль в его жизни Ему было тогда 70 лет Возобновление Рюи Блаза в Адеоне вновь сблизило его с актрисами Жюльетта присутствовала на чтении драмы, устроенном для будущих исполнителей Жюльетта была там Сделал запись Гюго 2 января О, эти воспоминания! Роль королевы, которую госпожа Гюго когда-то заставила отобрать у мадемуазель Жюльетты Эта роль перешла теперь к Саре Бернар Молодой девушке, стройной, гибкой, с огромными глазами и бархатным голосом Вначале она вела себя невыносимо Словно непослушный ребенок Отказывалась идти на чтку Гюго Которого она презрительно называла амнистированным коммунаром Он укрощал о не таких строктивых Образумил и ее Познакомившись с чудовищем, она безумно увлеклась им Он очаровательное чудовище Такой остроумный, такой изысканный, такой галантный Причем его галантность воспринимается как уважение и ничуть не оскорбительна И такой добрый к простым людям и всегда веселый Конечно, его нельзя было назвать идеалом элегантности, но его жесты были сдержаны В манере говорить ощущалась мягкость Словом, в нем чувствовался бывший пэр Франции Случалось, что он, желая отчитать актера, обращался к нему в стихах Однажды во время репетиции я сидела на столе, болтая ногами Он понял мое нетерпение и, встав в первом ряду портера, воскликнул Испанской королеве не годится, забыв свой сан, на стол садиться В день премьеры авторы и актрисы были самыми лучшими друзьями В записной книжке Виктору Гюго 20 февраля 1872 года сказано Зал был переполнен Я увидел и поздравил Сару Бернар Поцеловал ее в уста 28 марта 1872 года Я отправился в Адеон Видел Сару Бернар в ее артистической уборной Она одевалась На ужине в ресторане Бребана В честь сотого спектакля Гюго был окружен прелестными дамами Сара Бернар сказала ему Ну, наконец, поцелуйте, жена Нас, женщин Начните с меня Когда он расцеловал всех красавиц, она добавила И кончите мною 2 ноября 1875 года Делая запись о ее визите к нему Гюго заметил Ребенка не получится Неужели Сара Бернар, которая состояла в любовной связи с принцем де Линь И уже имела от него маленького сына Выражала такое же желание, как Мари Мерсье Неужели ее так воспламенили стихи Гюго? Что касается поездки в Англию, то я ее отложила Писала она своему врачу доктору Ламберу В том же 1875 году Истинная причина состоит в том, что я боюсь, что у меня могут быть неприятностей за Виктора Гюго Я нездорова, очень нервничаю, возмущена глупым эгоизмом людей Завтра испробую последнее средство Сара Именно Сара Бернар в 1872 году пришла сообщить своему любимому чудовищу о смерти директора Одеона Шарля де Шили На похоронах Гюго увидел 80-летнего барона Тейлора Который во времена Содружества поэтов и знакомства с Виньи Был одним из его первых друзей И с которым он не встречался в течение 25 лет За это время он стал сенатором, а я изгнанником Среди бесчисленного множества поклонниц, актрис, писательниц, светских дам Которые предлагали ему тогда свою нежную дружбу Чьи фотографии заполняли его интимные записные книжки Заботливо наклеенные на обороте некоторых страниц И часто украшенные засушенными цветами Королевой дня была Жюдит Готье Удивительно красивая брюнетка Чуть розоватый цвет лица, большие глаза с длинными ресницами Придававшие этому задумчивому и как будто дремотному существу Неизъяснимую таинственную прелесть женщины-синкса Гюго познакомился с Жюдит Готье И стал ухаживать за нею во время пребывания в Брюсселе Куда она приехала со своим мужем Катюлем Мендесом В 1872 году она часто встречалась с Гюго и беседовала с ним о своем отце Добрый Тео страдал тогда от сильных сердечных приступов Но как никогда должен был усиленно работать, чтобы обеспечить свою жизнь Гюго дружески предложил взять его с собой на Гернси Но так как переезд был бы опасен для больного, он добился для Готье пенсии 12 июля он написал Жюдит Сонет Ave Dea Mariturus Te Salutat Здравствуй, богиня, идущий на смерть тебя приветствует Латынь, примечание редакции Есть много общего у смерти с красотой Вселенский мрак и свет обеим им сродни Они к себе влекут загадкую одною Одною тайную внушают страх они Уже приблизившись к последнему покою Я вами, женщины, и днесь, как из кони Любуюсь, и пока глаза я не закрою Ваш взор, походка, смех мне красить будут дни Юдивь, кто б угадал, взглянув на наши лица Что наши две судьбы способны так сродниться У вас лучится взор сияньем неземным А я раскрыл свой дух надзвездному эфиру К потустороннему прикоснули с миру Вы красотой своей, я возрастом своим Виктор Гюго, все струны лиры, перевод Донского, примечание редакции Ему исполнилось семьдесят два года, ей двадцать два, но она принадлежала ему Тодо, всецело, испанской, примечание редакции Она выразила свое согласие Остроумно и изящно обыграв стих из Рюи Блаза Мой повелитель, у ваших ног во мраке человек, он ждет Я обдумала все и решила Благодарю Благодарю Жюдит М Упоительная победа Он пожелал, чтобы Жюдит приехала в Атвильхаус, ему хотелось укрыться там от всех Успех Рюи Блаза внушил всем директорам театров желание возобновить и другие драмы Виктора Гюго Но репетиции одной пьесы мешают мне, жаловался он, написать другую пьесу А так как мне остается четыре-пять лет для творчества, я хочу создать последние задуманные мной вещи Право надо мне удалиться Человек, одержимый жадным любопытством, вечный обольститель, поглощенный политикой, осаждаемый прелестными слушательницами Он стремился работать в одиночестве и много читать Его медовый месяц с Парижем, пережитый в 1870 году, кончился В 1872 году мед превратился в патоку, как сказал Байрон Великолепный сборник «Грозный год» был принят без восторга Газеты ставили ему в вину то, что он заступался за Луизу Мишель, за Анри Рошфора За всех потерпевших поражений коммунаров и то, что он сочувствовал социализму Спускаясь по лестнице в доме на улице Ларошфуко, пишет Ганкур «Я все еще оставался во власти обаяния этого великого человека И все же был несколько иронически настроен по отношению к тому пустому и звонкому мистическому Жаргону, на котором высокопарно изъясняются такие люди, как Мишле и Гюго, желая выглядеть в глазах окружающих пророками, имеющими дело с богами Все сливовство едино, чтобы отъезд стал для него желанным Пустив в ход все обеты ревнивой женщины и верной любовницы, Жюльетта звала его на наш славный и прекрасный Гернси Гюго откликнулся на этот призыв в стихах «Я в этом городе так чужд всему, так странен Завоеваний мне не надо б на иных, ведь я завоевал в моей любимой сердце» Перевод Донского, примечание редакции Не найдя себе места среди фанатиков обоих лагерей, он снова жаждал теперь удалиться в почетное и искупительное изгнание Чувствуя себя несказанно счастливым, он 7 августа 1872 года отправился на Гернси И, остановившись по пути на Джерси, прибыл, наконец, на свою скалу Вечерние приключения Мальчишка Купидон под гром фанфарой труп на склоне лет моих ко мне вернулся вдруг Виктор Гюгон От Вильхаус Как радостно было вновь увидеть стеклянный бельведер, залитый светом, и бушующие волны моря Жюльетта расцвела Все тут огонь и пламя, солнце и любовь на земле и в небесах, в моем сердце и в душе, я тебя обожаю Снова каждое утро она следит за сигналом, снова восхищается фантастической красотой дома, украшенного ее господином Снова всматривается, как ее любимый на утреннем холодке обливается ледяной водой Вновь она счастлива увидеть, что у ее дорогого работа движется вперед гигантскими шагами В течение нескольких месяцев он написал ряд набросков для свободного театра Несколько поэм для новой серии «Легенда веков» и один из лучших своих романов «1993 год» В первое время в дом вносила оживление Алиса со своими детьми Но молодой вдове совсем не нравилось жить на острове под надзором старой любовницы своего свекра Алиса Гюго была славной и хорошей женщиной Разве можно ее винить за то, что она скучала? Жюльетта, говоря о ней, становилась желчной 8 сентября 1872 года она писала Виктору Гюго «Никто, кроме нас, не находит прелести в спокойной и милой прогулке по этому чудесному острову» Прошел всего лишь месяц, и Алиса решила увезти своих детей в Париж Жюльетта Друэ, Виктору Гюго, 27 сентября 1872 года У меня сердце сжимается при мысли о том, что ты будешь страдать, разлучившись с ними Я люблю тебя, но прекрасно понимаю, что этого теперь недостаточно Ты все-таки будешь самым несчастным из отцов 1 октября Франсуа Виктор, больной туберкулезом Алиса, Жорж и Жанна отправились во Францию В записной книжке Гюго сказано Они садятся в экипаж Я целую Жанну, она удивлена и говорит мне «Па-па-па, садись с нами!» Я закрываю дверцу Экипаж трогается Я следую за ним до угла улицы Все исчезает Тяжело на сердце 15 октября Я не имею известия о моих малышах Разлука с ними укоротит мне жизнь Но в этом нет большой беды 3 ноября Письмо от Алисы Виктор серьезно болен Тоска гнетет меня Поль Мерист и Эдуард Лакруа Торопили его возвратиться в Париж Чтобы заняться там политической деятельностью Но он был убежден, что спасением для него Является только Гернси Здесь я за неделю сделаю больше, чем в Париже за целый месяц И качество не уступало количеству Когда умер добрый Тео Виктор Гюго создал в своей надгробной элегии Несколько самых прекрасных стихов Во всей французской поэзии «Поэт, друг, ты ушел от нашей черной яви Покинул суету, чтоб вечно жить во славе Я кланяюсь тебе у входа в этот склеп И я вслед за тобой, не затворяйте входа Здесь исключений нет, так требует природа Все будут скошены, закон неумолим Сойдет во мглу, куда бледнеем и спешим Весь наш великий век и все его титаны Чу, гулом полнятся материки и страны То рушатся дубы, стволов растет гора Для погребального Гераклова костра Виктор Гюго, Теофилю Готье Все струны лиры Перевод Донского Примечание редакции Вот оно, высшее, несравненное мастерство Жюдит Готье Виктору Гюго Спасибо, дорогой мэтр С тех пор, как он ушел от нас Это для меня первая радость Как он был бы счастлив, увидев эти строки Почесть, которую Бог воздал ученику Но стихи написаны не вашим дорогим для меня почерком Не пришлете ли мне саму рукопись? Виктор Гюго, Жюдит Готье Мадам, шлю рукопись Дорогой всем нам и тонкий поэт Который был вашим отцом Вновь оживает в вас В поисках идеала он создал вас Вас, которая как женщина И светлый ум Воплощение совершенной красоты Целую ваши крылышки Последние фразы вносят в письмо интимную нотку Никогда не над одним романом Он не работал с таким упоением, как над 93-м годом 21 ноября 1872 года он отметил Сегодня начинаю писать книгу 93-й год, первую главу У меня в стеклянной моей комнате Перед глазами портрет Шарля Портреты Жоржа и Жанны Я взял новую хрустальную чернильницу Купленную в Париже Открыл новую бутылочку чернил И налил их в новую чернильницу Взял пачку полотняной бумаги Специально купленной для этой книги Взял доброе старое перо И начал писать первую страницу 16 декабря Теперь я буду писать стоя Все дни без перерыва Если на то будет Божья воля Писать стоя Так он работал во времена Собора Парижской Богоматери Когда ему было 30 лет На восьмом десятке Он не утратил ни творческой силы Ни вдохновения В основе 93-го года Конфликт интересовавший его в молодости Конфликт между белыми и синими Но происходит он отнюдь не в душе Как у Мариуса из Отверженных А в действии Обстановка Те места, где находились шуаны Была ему хорошо знакома Фужер, доль Леса с дуплистыми деревьями Поля и рощи Бокажа Окрестные мызы и фермы Он посещал все эти места Вместе с Жюльеттой Это была ее родина Она написала для него воспоминания Об этой поездке Когда-то в войне против вандейцев Майор Гюго проявлял милосердие Сын имел полное право взять этот сюжет Развить его, как подобает Беспристрастному судье И показать в обоих лагерях Монархическом и республиканском Величие наряду с жестокостью Говен, молодой предводитель синих Гюго дал ему девичью фамилию Жюльетты Друэ Настоящий и великодушный герой Но и маркиз Далантенак Аристократ и Шуан Также жертвуют собой Ради спасения троих детей Диалоги в романе Носят несколько театральный характер Но ведь французская революция Была такой возвышенной и драматичной Ее герои принимали гордые позы И сохраняли их до самой смерти Пафос, составлявший недостаток Сворчества Гюго Помог ему создать образы Этих полубогов Жюльетта с воодушевлением Переписывала книгу Я полна восторга Ибо пишу за столом Где приумножаются твои шедевры 1 января 1873 года Она повторила молитву Которую он когда-то сочинил для нее Господи Боже Сделай так, чтобы мы всегда жили вместе Услышь его мольбу во мне Услышь мою мольбу в нем Сделай так, чтобы он не расставался со мной Ни на один день в этой жизни Ни на одно мгновение вечности Сделай так, чтобы я всегда была в этой И в той жизни полезной и любимой Полезной для возлюбленного И им любимой Спаси нас, преобрази нас, соедини нас В день годовщины их любви В сороковой раз Она напомнила ему о том февральском утре 1833 года Когда стоя у окна Она посылала ему воздушные поцелуи А он то и дело оборачивался И отвечал ей тем же Все изменилось Я облачилась в наряд старости Но мое сердце и моя душа остались молодыми И я обожаю тебя Так же, как в первый день, когда я стал твоей Ах, как был необходим ей этот ритуал и эти воспоминания Чтобы сохранить волю к жизни Ведь ее божественный учитель Это было ее святотатственное выражение Оставался неисправимым 20 ноября 1872 года Когда Мари Мерсье, русалка из прозрачных вод Ура Появилась на Гернсе Ее летний любовник не оказал ей радушного приема Записная книжка Виктор Гюго гласит Я отправлю ее в Лондон, а оттуда в Брюссель Проезд я оплачу Дело в том, что Жюльетта допустила неосторожность В марте 1872 года Она взяла к себе в дом очень красивую 22-летнюю белошвейку Бланш Вновь прибывшая была довольно образованной девушкой В правописании и в почерке она могла с успехом соперничать Жюли Шене Она знала наизусть множество стихов В особенности стихов Гюго Госпожа Дрое, устав от секретарских обязанностей Даже предполагала доверить ей переписку рукописи Гюго Бланш была невинной и скромной Встретив эту мудрую деву в доме Ланвенов Старых друзей, доказавших в дни государственного переворота Свою преданность Гюго Жюльетта уговорила ее бросить работу в мастерской Ей в голову не приходила мысль о том, что она подвергает опасности свое собственное счастье Бланш, воспитанная Ланвенами, считалась их дочерью или внучкой И они не отрицали это вымышленное родство В действительности же Бланш Марии Зелеа родилась 14 ноября 1849 года от неизвестных родителей В подобных случаях французский закон предписывает давать ребенку три имени Из которых одно разрешено считать его фамилией Смуглая, с печальным взором, встроенная Бланш должна была нравиться Виктору Гюго своей очаровательной фигурой, грацией и томностью движений Ланвены, глубоко преданные Жюльетте, не питавшие люди в отношении Минотавра Давали своей приемной дочери наказ вести себя благоразумно Впрочем, в Париже она не подвергалась атакам, которым следовало бы давать отпор Жюдит Готье, Сара Бернард, Джейн Эйслер, Эжени Гено, Зели Робер, Альбертина Серан и многие другие Их было вполне достаточно, чтобы утолять ненасытные желания прославленного поэта Вот в Вильхаузе Бланш очутилась наедине со стариком моря И сразу же почувствовала действие его неотразимого обаяния Слава, гений, разум, творческая сила Как могла устоять та, которую ошеломлял поток его шедевров? Ведь восхищение человеком тоже ведет к любви К тому же царь Давид был во власти соблазном Некоторое время он честно пытался бороться со своим желанием Это доказывают записные книжки 27 января 1873 года там записано Бланш, опасность, будь осторожен Я не хочу ничего плохого ни ей, ни той, которая близка моему сердцу Когда он становился настойчив, бедняжка Бланш казалась столь несчастной, что людоеду становилось жаль ее Она ни на что не соглашалась Она лепетала «сударь», а я «сударыня» Я подсмотрел пока лишь уголок ее плеча Тропинкой нежности спускались мы вдоль склона Где в наши времена, как и во время она, таится змей любви, заманивая в сад По видимости в рай, однако чаще в ад Весна, мы с ней вдвоем Идем глухой Дубровой Она из розовой становится пунцовой Я полон до краев пьянящим торжеством И оба грезим мы, должно быть, об одном Виктор Гюго, лес, все струны лиры Перевод Донского, примечание редакции Он дал ей новое имя, Альба И приносил написанные для нее стихи Она была очарована, побеждена, но героически сопротивлялась Однако после нескольких месяцев борьбы бедная девушка уступила И, будучи очаровательной, подарила поэту такое же счастье, какое некогда дарила ему Жюльетта Он говорил ей это, как и всем другим в изумительных стихах Никогда еще старый обольститель не писал столь пламенных строк Победа окрылила его, порождала в нем новую творческую силу Его новая любовь прекрасно гармонировала с деревенской жизнью И во время прогулок с Бланш все в полях пленяло красотой И цветущие живые изгороди, и зреющие хлеба К несчастью, в Атфиль-фейри была Жюльетта Так хорошо умевшая распознать беду Она сразу догадалась, что происходит в Атфиль-хаузе Однако двадцатого мая Гюго не забыл сочинить свою обычную молитву Я хочу, чтобы наши души в благословенный день твоего праздника Слились воедино, как нежные лучи утренней зари Мои уста целуют твои ноги Моя душа приникает поцелуем к твоей душе Но эта душа оставалась недоверчивой Жюльетта заставила Бланш исповедаться Девушка плакала, молила о прощении Уверяла, что у нее есть жених Было решено с согласием Ланвенов, что она тихо и мирно покинет Гернси Записная книжка Виктора Гюго 1 июля 1873 года Бланш уходит от ЖЖ Ее заменит Генриетта, Марван Которая придет 15 июля Бланш уезжает сегодня утром в Париж через Джерси Сюзанна проводит Бланш на пароход Завтра, в среду, на Гранвиль нет отправлений Бланш должна поехать в Сен-Мало Жюльетта Друэ Виктору Гюго 1 июля 1873 года Не без волнения, я помогаю бедняжке Бланш готовиться к отъезду Хотя у меня есть, или мне кажется, что есть, это не меняет дело Много причин не жалеть об ее отъезде Впрочем, теперь она и сама хочет уехать Ее лицо сияет от радости Я желаю ей искренне от всего сердца, чтобы она нашла в Париже свое счастье Если бы я могла тут чем-нибудь ей помочь, я охотно бы это сделала Но, конечно, не в ущерб моему собственному счастью Быть может, очаровательная Альба искренне заверяла Жюльетту, что она возвращается в Париж для того, чтобы выйти там замуж Быть может, и Гюго чистосердечно клялся никогда ее больше не видит Но любовное влечение сильнее всяких клятв Работа на 93-м годом была завершена Поступали тревожные сведения о здоровье Франсуа Виктора Гернси без Альбы наводил на Гюго тоску 31 июля 1873 года он увез Жюльетту во Францию В то время преемником Тьера стал Мак Магон Торжествовали люди в Ипполетах И можно было предположить, что готовится новый государственный переворот Во всяком случае преследования усилились Рошфор, которого Тьер, верный своему обещанию, оставил во Франции Теперь был отправлен на каторгу в Нумею в клетке преступника Великому трибуну амнистии предстоял огромный труд Когда он говорил о национальном собрании или о Мак Магоне На лице его появлялось выражение неумолимой суровости И глаза загорались гневом В Париже он поселился в Отей На авеню Сикамор у своего умирающего сына За которым заботливо ухаживала вдова Шарли Гюго Гуанкур всех их там видел Франсуа Виктор полулежал в кресле Лицо у него было восковое Весь он съежился, словно в пароксизме озноба Возле него стоял отец, прямой и статный Словно старый гугенот из какой-нибудь драмы За обедом Гюго пил неразбавленное сюренское вино И вспоминал о тех пирушках, которые когда-то устраивал его брат Абель У матушки Саге О гигантских омлетах и жареных цыплятах Там мы выпили немало этого венца Посмотрите, какой у него красивый цвет, как у красной свородины На Ганкура произвел тяжелое впечатление этот контраст Могучий и крепкий старец И рядом посиневший от холода умирающий сын Несмотря на обещания, данные Жюльетте Гюго сразу же встретился с Бланш Он снял для нее квартиру на набережной Турнель Почти каждый день после завтрака Он поднимался на империал омнибуса Ботиньоль-Ботанический сад И ехал ею любоваться Иногда они совершали прогулки по Ботаническому саду Она брала с собой корзинку с рукодельем и работала Молчаливая и серьезная Или внезапно развеселясь Начинала распевать детские песенки Гюго подавал ему милостыню, как будто хотел замолить перед богами какой-то грех И аккуратно заносил записную книжку затраты на развлечения и на милосердие Для того, чтобы осудить его, говорит Боррес, необходимо знать, насколько плотская любовь придавала его гению творческий взлет Когда влечение мужчины сливается с влечением поэта, трудно этому противостоять Но порой Гюго сам осуждал себя Перед умирающим Франсуа Виктором, рядом с Алисой и ее детьми, его вдруг охватывал стыд, почти угрызение совести из-за этой двойной жизни Словно она была нравственным падением Душой и разумом он жаждал более целомудренной старости А плоть влекла его к живому белоснежному изваянию на набережный тоннель О немощный наш дух, тобой владеет плоть Не можешь низменных страстей ты побороть И тщетно мучаешься в бессмысленных усилиях Падение ангела, грязь на лебяжьих крыльях Всесильно плоть, она одолевает всех Из-за Версавии Давид содеял грех В смущении привела Аспазия Сократа А Соломон обрек на смерть родного брата из-за пленительной сунамитянки Виктор Гюго Останьте с богиней Океан, перевод Донского, примечание редакции Эти знаменитые примеры слишком цветущей старости не утешали Жюльетту В сентябре она заставила агента частной сыскной конторы проследить за ним И раскрыла, как она называла его позорные похождения В записной книжке Гюго 19 сентября 1873 года в 7 часов 30 минут значится «Катастрофа», письмо Жюльетты, ЖЖ «Мучительное волнение», «Ужасная ночь» Оставив ему прощальное письмо, она сбежала, как это делала во времена своей молодости Гюго был потрясен и в страшном отчаянии предпринял поиски, всюду разослал телеграммы Записная книжка 22-24 сентября 1873 года «Три тревожных дня, невыносимые муки и повелительная необходимость держать все в секрете Я должен хранить молчание и ничем не выдавать себя Я сохраняю спокойствие, а сердце у меня разбито Наконец он узнал, что ее видели в Брюсселе Проблеск надежды Когда ее нашли, она согласилась вернуться Записная книжка 26 сентября 1873 года «Я не буду присутствовать на генеральной репетиции Марии Тюдор Чтобы не пропустить поезд, пребывающий в девять часов пять минут Приехал раньше на час с четвертью Ничего не ел Купил хлебец за одно су и половину съел Поезд прибыл в девять часов пять минут Мы вновь встретились Счастье, равносильное отчаянию Ведь он так нежно любил ее Душа моя отлетела Так он сказал, когда подумал, что потерял ее навсегда Но старый фаун не хотел умирать в нем А Жюльетта не могла согласиться с разумной мыслью, что ее возлюбленный Отличавшийся несравненной жизненной силой Остался молодым, тогда как она угасает Она заставила его поклясться головой умирающего сына Что он навсегда порвет отношения с бланш Но он не сдержал свое слово После этого кризиса немедленно последовало новое падение И записные книжки пестрят заметками об интимных встречах Жюльетта Друэ, Виктору Гюго 16 октября 1873 года Право я уже не в силах переносить мучения Постоянно возрождающиеся в моем бедном любящем сердце И противостоять целой стае молодых искусительниц К которым, быть может, ты и не стремишься Что, впрочем, еще не доказано 18 ноября 1873 года она пишет Дорогой и горячо любимый Я не хочу мешать твоему благополучию И не могу не думать о том, что я со своей давней любовью Должна казаться такой жалкой среди этих курочек С ярким оперением и острым клювом Которые призывают тебя непрерывно кудахты Пек-о-пен, пек-о-пен, пек-о-пен А ты, мой бедный голубок, из последних сил томно воркуешь в ответ Больдур, больдур, больдур Намек на легенду о прекрасном пек-о-пене и прекрасный больдур Включенную в очерк Рейн Примечание автора Вот уж сколько времени длится фантастическая охота А ты все еще не присытился Ты все еще не обескуражен Нет, довольно Я спрячу ключ от своего сердца под дверь И пойду, куда глаза глядят Франсуа Виктор умер 26 декабря 1873 года В записной книжке Виктора Гюго мы прочтем Еще один удар Самый страшный удар в моей жизни Мне остались теперь только Жорж и Жанна Похороны были гражданскими, так же, как у Шарля Сколько народу, говорил Флобер в письме к Жоржу Сант А какая тишина Ни малейшего беспорядка Бедный старик Гюго, до которого я не смог добраться, чтобы обнять его Ужасно потрясен, но держится мужественно Какая-то газета упрекала его за то, что на похоронах сына он в мягкой шляпе Низкорослый Луи Блан произнес прочувственную речь Из двух сыновей Виктора Гюго младший уходит к старшему Три года тому назад они были полны жизненных сил Смерть, разлучившая их тогда, теперь снова соединяет их Когда-то их отец писал Из всей моей семьи остались мне лишь сын да дочь О, Господи, в печальной тишине иду я в ночь Крик отчаяния вырвался из его измученного сердца О, останьте живы двое близ меня Предвидел ли он, что природа будет неумолима? Предвидел ли он, что его дом станет домом без детей? Судьба как бы пожелала поровну послать ему страдания и славу Ввергнуть его в бездну горя, равного его гению Первого января 1874 года он проснулся около двух часов ночи И начал записывать возникшую у него строчку стиха «Зачем теперь мне жить? Чтобы умереть?» Но он знал, что это неверно Несмотря на новые и новые удары судьбы, старый дуб оставался несокрушимым Несмотря на скорбь, Гюго работал с упоением Он неустанно продолжал совершенствоваться и возвышаться в своем искусстве Каких только чудесных стихов, говорил Поль Варевик Стихов, с которыми ничьи строфы не могут сравниться по размеру По внутренней композиции, по звучанию и по наполненности Не было им написано в последний период жизни Морис Боррес восхищался поразительной звучностью последних стихов Гюго Подобных волнам, набегающим срокотом на берег моря Его приводила в восторг сила старого человека, который несет несметные сокровища И спешит показать людям свое золото в виде самородка, не тратя времени на чеканку Так как знает, что вскоре придет к нему смерть Эту исключительную мощь и мастерство сам Гюго прекрасно сознавал Он сказал Усце, когда тот обедал у него в январе 1874 года «Я словно лес, в котором несколько раз производили рубку Молодые побеги становятся все более сильными и живучими Вот уже полвека, как я воплощаю свои мысли в стихах и прозе Но чувствую, что я не выразил и тысячной доли того, что есть во мне» Молодые поэты отчаянно пытались отыскать еще не занятые им высокие вершины, чтобы там расположиться Не одержав победы на той почве, где успешно трудился Гюго, они попытались создать нечто иное Нарождался символизм, но какая символистская поэма могла быть более прекрасной, более таинственной, более мрачной, нежели лестница Разве волшебный коридор Маларме не ведет в большую гардеробную Виктора Гюго? Маларме это прекрасно понимал, и никто не говорил лучше его о величественных руинах старого волшебника Маларме, словно искусный жонглер, наслаждался, показывая, как то или иное стихотворение молодой школы написал бы Гюго «А знаете ли вы, — спрашивал он, — какой его стих мне показался наиболее прекрасным? Солнце садилось сегодня вечером в облака» Гюго уже не поддерживал никаких связей с современниками Все его близкие друзья поумирали В академии он не бывал Когда-то он охотно посещал заседания, где обсуждался словарь Проявлял интерес к этимологии слов и к тайнам сослагательных наклонений Теперь же политика отделяла Гюго от его коллег Впервые после декабря 1851 года он появился на набережной Конь-Ти 29 января 1874 года, чтобы принять участие в избрании академика Он пожелал тогда проголосовать за сына своего старого друга Александра Дюма После 25-летнего отсутствия служащие института его не узнали Один из швейцаров сказал ему «Посторонним вход запрещен», а другой «Полноте, ведь это господин Виктор Гюго» Директор, оглашая поименный список, забыл назвать его фамилию Только пять членов академии подошли пожать ему руку Зато когда он проходил по двору, любопытные собравшиеся там обнажили головы Улица Клеши, 21 29 апреля 1874 года Гюго со своими близкими поселился в доме номер 21 по улице Клеши Он снял два этажа Один для себя, для Алисы и детей, а в другом находились парадные покои и комнаты госпожи Друэ Жюльетта не успокоилась до тех пор, пока не взобралась на тот этаж, где находились в спальне Но тогда Алиса стала жаловаться, что ей не хватает одной комнаты И пригрозила, что уедет, взяв с собой Жоржа и Жанну Это было всемогущее средство давления на дедушку И Жюльетту попросили спуститься этажом ниже Она трагически восприняла эту неприятность 7 мая 1874 года Дорогой, дорогой и любимый мой Разлука, которую я боялась, как несчастье, уже совершилась Сердце мое полно грустных предчувствий Нас разделил этаж Словно сломали мост между нашими сердцами С нынешнего вечера всякая близость между нами прекращается Я стараюсь ободрить тебя той мыслью, что хоть я и лишаюсь счастья Зато возле тебя будут твои милые внучата Разумеется, она возлагала ответственность за все свои беды На холодные и эгоистические требования вдовы Шарля Гюго Уже в прошлом году Жюльетта Друэ, покидая Гернси И отправляясь в Париж на улицу Пегаль, взывала Помолимся вместе о том, чтобы мир, единение и счастье Вновь воцарились в вашей семье и уже никогда ее не покидали Она писала своему Виктору, что он постоянно был жертвой Глубокой неблагодарности своих домашних Вдова Шарля окружена дурными людьми, которые дают ей дурные советы И сама того не ведая, находится под дурным влиянием твоих врагов Но Гюго был полон добрых чувств к Алисе, молодой и миловидной женщине Квартира занимала четвертый и пятый этажи Гюго поднимался по лестнице, нисколько не задыхаясь Зрение его и в эти годы было как у молодого человека А когда у него впервые в жизни заболели зубы, он очень удивился «Что это такое?» — спросил он Каждый вечер он принимал за столом 12 или 14 человек гостей Число 13 по-прежнему внушало ему непреодолимый страх Он любил собирать вокруг себя приятных женщин Целовал им ручки, оказывал им всяческое внимание Он встречал гостей стоя, в галстуке лавольер белого и черного шелка Заправленным под острые кончики от ложного воротничка За столом госпожа Друэ сидела по правую руку от него Бледное, как полотно, но одетое с несколько театральной и старомодной элегантностью В черное бархатное платье, отделанное старинными кружевами гипюр Меню почти всегда было одинаковое, так как Гюго не любил в этом перемен Рыба-тюрбо под соусом муслин или омар Жаркое, паштет из гусиной печенки, мороженое Хозяин дома по-прежнему ел с завидным аппетитом После обеда переходили в красную гостиную Госпожа Друэ тихонько дремала Прекрасные седые волосы обрамляли ее тонкое лицо, как два крыла голубки А банты на бархатном корсаже чуть-чуть шевелились от неслышного, какого-то смиренного дыхания этой уснувшей старушки Бедняжка Жюльетта все еще защищала свою долгую любовь Но адский хоровод продолжался 13 января 1874 года она писала Виктору Гюго Я провожала вас взглядом до поворота улицы, как делала это прежде Но вы-то, вы ни разу не обернулись, не подали мне ласкового знака, как в прежние времена Что это доказывает? Пусть уж лучше не будет ответа на три моих вопросительных знака, похожих на бумажных петушков Независимо от меня и от наших отношений Я полагаю, что тебе следовало бы мало-помалу избавиться от охотниц за мужчинами и их кошельками От этих потаскушек, которые бродят вокруг тебя, как ненасытные сучки В эпиграфе к одному из своих писем она процитировала Вольтера Кто сердцем пылок не по возрасту, все беды старости познает Однако ж ее возлюбленный ежедневно садился в омнибус ботиньоль ботанической сад Желая, как он говорил, насладиться одиночеством среди толпы А на самом деле для того, чтобы навестить бланш Но Джульетта в то время ревновала его к Джудис Готье Гюго, обещавший теперь, если не хранить верность, то, по крайней мере, быть откровенным Показал ей стихи, посвященные госпоже Же Белоснежной красавице Нивеа нон фрегида Белоснежная, но не холодная Латынь, примечание редакции Жестокая честность И все-таки Жюльетта предпочитала иметь соперницей прославленную красавицу Дочь поэта и жену поэта, а не какую-то безвестную бланш Она сказала Виктору Гюго, что не хочет связывать его свободу И не будет противиться соединению поэта с его прекрасной вдохновительницей Он клялся, что тут его влечение останется чисто платоническим Оно уже давно не было безгрешным Да, впрочем, Жюльетта отвечала Гюго, что вожделение Это уже совершившаяся в душе неверность В утешение Жюльетте он послал ей стихи, такие же прекрасные, как те, которые он преподнес Жюдит Свой дар Жюльетте он назвал бессмертный Ужель, о, светоч мой, незыблемый и вечный Смутил вас светлячок мгновенный, быстротечный Боятся ли не земной, божественной красе, земной красы? О, нет! Создания эти все, как вешние цветы Они столь эфемерны Их краски, аромат, непрочные, неверны Погожий майский день им жизнь подарит вдруг Глаз радуют они, расцвечивая лук Но несколько лишь дней, и нет уж их в помине Не подобает вам, владычице, богине, к ним ревновать О, нет! Такая мысль смешна Свет дней моих лишь вы Любовь лишь ты одна Так будь спокойна Нет причины для тревоги Победно царствуя в лазоревом чертоге Ты солнцем чувств моих владеешь навсегда И если беглый луч коснется иногда Смиренного цветка, в том нет тебе угрозы Небесная звезда, тебе страшится розы Виктор Гюго, бессмертный Все струны лиры, перевод Донского, примечание редакции Жюлеса была поражена, взволнована до глубины души И все же почувствовала боль Словно какое-то острие Все насквозь пронизало мне сердце, добавила она Да если б похождения ее старого друга давали ему счастье Но ведь этого не было И вот она пишет своему Виктору Ты любишь романчики, какие бы они ни были, даже случайные А ведь потом приходит отвращение Неприятности в твоей жизни и терзание моего сердца Сколько ты не бросаешь свое и мое счастье в эту бочку, Донаид Никогда тебе не наполнить ее достаточно Чтобы найти хоть каплю такого наслаждения Которым ты жаждешь упиться Ты несчастлив, мой бедненький Чересчур любимый мой И я не более счастлива, чем ты Ты страдаешь от жгучей язвы влечения к женщинам И она все разрастается Потому что у тебя не хватает мужества прижечь ее раз и навсегда А я страдаю от того, что слишком тебя люблю Оба мы с тобою страдаем неисцелимым недугом, увы И действительно, и у него, и у нее Это было болезнью чувства и воли Но эротический бред не затрагивал утренних часов, посвященных работе С самого расцвета соседи видели Гюго в его берлоге Где он работал, стоя за конторкой, в красной куртке и в серой крылатке Вечером в окружении друзей он был, как говорит Флоберг, обворожительным Эдмон де Гонкур, обедавший на улице Клеши 27 декабря 1875 года Вспоминает, что Гюго был в сюртуке с бархатным воротником При свободно повязанном галстуке из белого фуляра И рассказывает, как поэт бросился на диван И стал говорить о роли примирителя, которую он впредь хочет играть Обед походил на угощение, которое деревенский священник устраивает своему епископу За столом были супруги Банвиль, Сен-Виктор, Даллос, Жюльетта Друэ, Алиса Гюго Прелестный, улыбающийся В черном кружевном платье с пышными складками Ее бесенок-дочка и кроткая сынишка с бархатными глазами Под низким потолком столовой газовая лампа обдает таким жаром, что плавятся мозги у приглашенных гостей Алиса, тягося с духотой, выражает недовольство Но Гюго преспокойно продолжает пить шампанское и беседовать Обаятельный, красноречивый и равнодушный к ощущениям других После обеда он читал гостям свои стихи «Мы встретились с Гюго в столовой», — вспоминает Эдмон Гонкур Он стоял один у стола, приготовляясь к чтению своих стихов И эта подготовка чем-то напоминала предварительную подготовку иллюзиониста Пробующего перед началом представления где-нибудь в уголке свои фокусы Ну вот Гюго в гостиной, вот он стоит, прислонившись к камину В руке у него большой лист бумаги Отрывок из написанной на острове поэмы Частица рукописей, завещанных им библиотеки Которые поэт, как он сообщил, написал на полотняной бумаге для большей сохранности Не спеша надев очки А ведь долгое время он из своего рода кокетства не желал их носить Поэт медленно, с задумчивым видом вытер капельки пота Усеявший его высокий лоб со вздутыми жилами И, наконец, приступил к чтению, бросив вступительную фразу, как будто возвещавшую, что у него еще целые миры в голове Господа, мне семьдесят четыре года, и я только еще начинаю литературную деятельность Он прочел нам поэму «Пощечина отца» Продолжение легенды веков, где есть прекрасные, сверхчеловечески прекрасные стихи Любопытно посмотреть, как читал Гюго На камине все приготовлено, как для чтения в театре Горят четырнадцать свечей Они отражаются в зеркале Позади поэта сияет яркий свет А на блистающем фоне выделяется лицо Призрачный лик, как сказал бы он сам Окруженный ореолом Сиянием, которое озаряет коротко остриженные волосы Белый воротничок поэта И пронизывает розовым светом его остроконечные уши сатира В 1875 году Алиса повезла своих детей в Италию Дед аккуратно писал путешественникам 5 сентября 1875 года Дорогая Алиса, сообщаю новости, все идет хорошо Однако 16 августа, когда я сходил с омнибуса Слушай, Жорж, слушай, Жанна Мне на голову свалился какой-то бездельник Это произошло так неожиданно, что я был ошеломлен Но так как у меня было переломано лишь несколько ребер Да выбито несколько зубов и поврежден глаз Я живо поднялся, не промолвив слова Побежал домой, чтобы не доставить религиозным газетам удовольствия сообщить, будто я умер Ваш папа-папа Ах, я было позабыл У попугая скончалась жена Я подарил бедняжке-вдовцу новую кормушку, за которую заплатил 20 франков Цена кормушки Потратившись на подарок овдовевшему попугаю, дарю и вам, дорогая Алиса, 20 франков Счет дружбе не вредит На улице Клеши, кроме друзей-литераторов, бывали и друзья-политические деятели Луи Блан, Жюль Симон, Гамбетта, Климанцо Постепенно время успокоило умы, возникла склонность простить коммуну, и уж тут Гюго, поборник милосердия, являлся как бы провозвестником Жюльетта, жаждавшая популярности для него, хотела, чтобы он возвратился к политической деятельности В январе 1876 года по предложению Климанцо была выставлена его кандидатура в Сенат Гюго был избран во втором туре Жюльетта Друэ писала ему 19 января 1876 года Думается, от одного уж своего появления в этом хаосе, где клубится мрак нелепости и гнусности Должен засиять свет, то есть что-то доброе, хорошее, прекрасное, справедливое, как феат лукс Да будет свет Господа Бога Но Гюго тотчас увидел, что его влияние будет незначительным В обеих палатах парламента цинизм брал верх над идеалами И первый Сенат Третьей Республики не походил на республиканской Гюго защищал амнистию и разоблачал скандальный контраст между репрессиями, которым подвергали людей 18 марта, то есть коммунаров И снисходительностью, проявленной к участникам 2 декабря Пора уже прекратить действия, потрясающие совесть человеческую Пора покончить с позорной двойственностью в системе меры весов Я требую полной и безоговорочной амнистии по всем делам 18 марта Виктор Гюго, речь об амнистии в Сенате 22 мая 1876 года Дела и речи после изгнания Примечание редакции Предложение Гюго поставили на голосование, и оно собрало 10 голосов Все остальные сенаторы голосовали против Но толпа парижан приняли его лучше, чем парламент, и бросали ему цветы Жюльетта Друэ писала ему 23 мая 1876 года Если бы публика имела право голосовать, сразу же была бы провозглашена амнистия, и тебя бы с триумфом понесли на руках за то, что ты так великодушна и так прекрасно потребовал ее Но волей-неволей этого так жестоких дураков должна будет провозгласить амнистию Разочарованная этим поражением, она жалела о годах изгнания, о счастливом острове Гернсии Птицы уже порхают, преследуя друг дружку, как видно чувствуют приближение весны У меня самой ожили воспоминания о нашей молодой любви, и старое мое сердце бьется сильнее при мысли о тебе Как хорошо было бы любить друг друга на Гернсии, когда в моем садике расцветают цветы, составляющие твой вензель, а море тихо плещется под моими окнами Ах, с какой бы радостью я променяла Версалия, его дворец, его сенат и всех его бездушных и безмозглых ораторов на мой маленький домик от Вильферии И на честный лай нашего сената во дворе от Вильхауза 1877 год был годом политических битв Председатель Совета Министров Жюль Симон, завсегдатый дома Гюго, еврей с характером римского кардинала, тщетно пытался договориться с Макмагоном, не переносившим антиклирикализма Гамбетты Нам с ним больше невозможно идти вместе, сказал президент Жюль Симонов Я предпочитаю, чтобы меня свергли, чем держали под началом господина Гамбетты В глазах маршала это было вопросом иерархии Он заявил, что воспользуется правом, предоставленным ему Конституцией И распустит палату депутатов с согласия сената Гюго собрал у себя вожаков левых депутатов, чтобы воспрепятствовать осуществлению этого замысла 19 сентября 1877 года он занес свою записную книжку «Манифест Макмагона. Человек бросает вызов всей Франции» За несколько дней до этого он принял у себя на улице Клеши в 9 часов утра Дона Педро, императора Бразилии И тот держал себя с ним на равной ноге Именно такого отношения добивался когда-то Гюго от королей Франции Войдя, император сказал «Приободрите меня, я немножко робею» Затем пошутил «У меня есть чистолюбивое желание Представьте меня, пожалуйста, мадемуазель Жанне» Гюго сказал девочке «Жанна, представляю тебе императора Бразилии» Она с разочарованным видом пролепетала «А почему он не так одет?» Когда поэт сказал «Представляю вам своего внука, ваше величество» Император ответил «Здесь только одно величество — Виктор Гюго» Дон Педро принял приглашение прийти к поэту на обед во вторник В качестве простого путешественника Наравне с обычными гостями, бывавшими у Гюго в этот день Сенат напоминал потревоженный гудящий улей Виктор Гюго, главный вождь врагов Макмагона Поставил в комиссии существенный вопрос «Если Макмагон распустит палату депутатов И все же будет побит, подчинится он воле нации» Присутствовавший министр не осмелился ответить 21 июня Виктор Гюго произнес большую и прекрасную речь Против распуска палаты «Я очень хотел бы верить клятвам в верности Но хорошо помню, как однажды мы им поверили Не моя вина, что я это вспомнил Я вижу сходства, весьма меня беспокоящие Беспокоюсь же я не за себя, ибо мне нечего терять в жизни А в смерти я могу все выиграть Я беспокоюсь за свою страну Господа, прислушайтесь к словам Седовласова старика Уже видавшего то, что вам, быть может, придется увидеть Старика, у которого нет на земле других интересов, кроме ваших И который дает всем вам, друзьям и врагам Советы с полной искренностью Ибо он уже так близок к вечной истине Что не способен ни ненавидеть, ни лгать Вас стягивают в авантюру Так послушайте того, кто пережил авантюру Вам предстоит столкнуться с неведомым Послушайте того, кто говорит вам Я это неведомое знаю Вы взойдете на корабль, чей парус уже колышется на ветру И скоро этот корабль отправится в большое и как будто многообещающее путешествие Послушайте того, кто говорит вам Остановитесь Я уже испытал кораблекрушение Виктор Гюгон 16 мая Дела и речи После изгнания Примечание редакции Левы и горячо аплодировали ему На следующий день Восьмилетняя Жанна, войдя в его комнату, спросила Ну как, в Сенате хорошо прошло? В Сенате прошло очень хорошо Но речь убедила лишь тех, кто и прежде был убежден в правоте оратора Роспуск палаты был принят незначительным большинством 149 голосов против 137 На новых выборах республиканцы прошли в подавляющем большинстве 326 мест против 200 Маг Магон не смог теперь сохранить свои позиции Надо или подчиниться, или удалиться, сказал ему Гамбетто Он подчинился, а потом удалился Подал в отставку Роль Виктора Гюго в победе левых Была ограничена его преклонным возрастом И тем, что он уже отошел от дел Но она была бесспорной Теперь он стал в Третьей Республике Олицетворением патриарха и учителя У патриарха была не одна единственная Русь Каждый день после завтрака он уходил из дому Из адского своего дома Где Локруа, которого полюбила Алиса Держал себя как фрондирующая власть А мрачно настроенная Жюльетта Постоянно обследовала карманы, потайные ящики, Интимные записки Гюго Он то отправлялся к Бланш, то навещал Марику-пальщицу, Так как жизнь не задалась у вианденской Ундины И в письмах Гюго неудачница вновь просила о помощи Она проживала на Крымской улице Неподалеку от парка Бют-Шамон и авеню Германии Куда можно было доехать на трамвае Площадь звезды Монталон, Тронная площадь В записных книжках Гюго 1875-1878 годов слова Крым, Шамон, Германия и Стар Монтф Обозначали Мари Мерсье Стар Монтф, звезда Монталон, английское Примечание редакции Из записи видно, что он возил Марию Бют-Шамон На пряничную ярмарку и на кладбище Пер-Ла-Шет «Я обычно пользуюсь трамваем, имеющим маршрут от площади звезды до Тронной И омнибусами линии Ботиньоль-Ботанический сад» Писал Виктор Гюго по случаю нового 1878 года Председатель управления генеральной компанией омнибусов «Позвольте мне передать через ваше посредство Кондукторам и кучерам обеих линий 500 франков» В то же самое время Виктору Гюго напомнила о себе Госпожа Доне, проживавшей на улице Ривали в доме номер 182 И попросила у него денег «Я подарил ей 2000 франков», — записал он «Послал немедленно» «Кто разбивает сердца, платит за это» Искусство быть дедом В 1877 году Гюго опубликовал сборник стихов «Искусство быть дедом» Он всегда любил детей, он понимал их, он искренне восхищался их самобытностью, естественностью, поэтичностью Трагически лишившийся сыновей и дочерей он горячо привязался к своим внукам и питал к ним благоговейную любовь Жорж был красивый и серьезный мальчик Жанна — веселая шалунья Дедушка играл с ними, рисовал их портреты, хранил их башмачки, как Жан Вальжан хранил детские башмачки-козетты Он записывал их словечки Жанна говорила «Я была просто прелесть какая умная у папа-папа, ни одних слов не говорила» В записной книжке Гюго 31 октября 1873 года отмечено «Жорж нарушил запрещение матери, касавшиеся банки с вареньем, и после этого сказал мне «Папа-папа, можешь ты мне позволить, что я ел нынче утром варенье?» А 29 октября записано «Вчера вечером я нашел у себя в постели куклу Жанна положила ее на подушку, чтобы она побаинькала, поспала вместе с папа-папа Подобные находки приводили его в восторг Он позволял внукам раскладывать игрушки на его рукописях 12 ноября 1873 года у него записано «После завтрака поехали в Сен-Манде, она, ЖЖ, я и маленькая Жанна Бедная моя дочь устроена, сколь возможно, хорошо Она спокойна, чувствует себя хорошо Жанна поцеловала свою тетю и много говорила о ней на обратном пути По дороге домой остановились, зашли в кондитерскую В четыре с половиной года, 14 февраля 1873 года, Жорж присутствовал на возобновленном представлении Марион де Лорм И на следующий день твердил с утра до вечера «Вот в красном палача проносят» Около собора Парижской Богоматери Жорж с гордостью говорил «Дедушкины башни» Гюго торжественно делал надписи на своих книгах, которые дарил внукам На экземпляре Грозного года, предназначенном Жоржу, он написал «Жоржу через пятнадцать лет» «Спокойно подвожу итог пути, мне суждено уйти, тебе расти» А на экземпляре, подаренном Жанне, было написано «Ты, ангел в этой жизни трудный, странный, стань женщиной, но оставайся Жанной» Он требовал от снохи, чтобы его маленькие внуки Жорж и Жанна присутствовали на всех званых обедах Няньки могли уложить их в постель только в одиннадцать часов вечера Но иногда, пишет Жорж, мы засыпали прямо за столом, убаюканные гулом голосов Эдмон де Гонкур мне рассказывал, что как-то раз Жанна уснула с куриной ножкой в руке, уткнувшись щекой в тарелку В дни больших праздниц дети пили за здоровье дедушки «Я самая маленькая, пью за самого большого», — сказала Жанна двадцать шестого февраля Слова, вероятно, придумал Мерис или Эвакири На своих именинах Жанна робко просила «Скажите мне тосту», — если дед ворчал на нее, Жанна стыдила его «Зачем бронишь, когда тебя любят?» Трехлетней Марте Феваль, когда она расшалилась, шестилетняя Жанна строго сказала «Марта, Виктор Гюго смотрит на тебя», — дедушка рассказывал им сказки «Злой мальчик и добрая собака, глупый король и умные блоха» На кусочках картона он рисовал для внучат гусиным пером картинки, служившие хорошими и плохими отметками за поведение Они находили эти рисунки за столом под своими салфетками Иногда, вспоминая Жорж Гюго, на рисунках улыбались ангельские личики кудрявых деток в венках из звезд Или же фантастические птицы с открытым клювом заливались песнями на цветущих ветках Сборник искусства «Быть дедом» частью создан из заметок в записных книжках обожающего и восхищенного деда Некоторые стихотворения в этой книге — «Луна», «Жанну посадили в темный чулан» — были стихотворным переложением детских словечек В других старик дет выражал свои чувства, удивляясь тому, что он, который боролся с императором, оказался побежденным маленьким ребенком Но он полагал, что поэт всегда должен переходить от житейского взгляда на мир к проникновению в его тайны В зоологическом саду он смотрел на ужасных чудовищ и глазами детей, и глазами мудреца Малышам было страшно, но иногда и очень смешно Старец же думал Я думаю, Господь привык работать спешно Но обвинять Творца не следует, конечно Его, который всем внимания уделя, сумел изобрести цветение миндаля и радугу взметнул над укращенным понтом, коль ставит калибри он рядом с мастодонтом Сказать по правде вкус плохой у старика То гидру прячет в ров, то в яму червяка И Микеланджело божественной и жуткой перекликается с раблезианской шуткой Таков Господь, таким его я признаю Виктор Гюго, собрание сочинений, том 13 Известный граф Дюфон Искусство быть дедом, перевод Арго Примечание редакции Тут он заступался и за Господа Бога, и за поэта Гюго За контрасты в природе и за антитезы в поэзии Перед клеткой с тигром дети говорили «Посмотри, какая большая кошка» Поэта же приводил в смятение и позевывание скучающего зверя Его раскрывшиеся пасти И над упоением видел с одной стороны ужас, с другой — любовь А так как поэтическое совершенство мастера все возрастало Он без труда дополнил свой сборник стихами, созданными из ничего То далекими от всякой действительности, как, например, вечерние настроения То импрессионистскими, как стихи об утренних шумах на острове Гернси Голоса, голоса, свет сквозь веки Гудит в переулке на соборе Петра, затрезвонивший колокол гулкой Крик веселых купальщиков «Здесь, да немедли, живей!» Щебетание птиц, щебетание жанны моей Оклик Жоржа и всклик петуха во дворе И по крыше раздражающий скреб Конский топот то громче, то тише Свист косы подстригает газон у меня под окном Стуки, грохот тяжелых шагов по железу, как гром Шум портовый, шипение машин паровых Визг лебедки Музыка полковая, рывками сквозь музыку четкой Шаг солдат, голоса, два француза, смеющийся бас Добрый день! Я заспался, как видно, который же час? Красношейка моя заливается На наковальне молотков перебранка из кузни доносится дальний Плеск воды, пароход на ходу задыхается, споря с необъятной гладью С могучим дыханием моря Виктор Гюго, собрание сочинений, том 13 Открытые окна, утро сквозь дрему Искусство быть дедом Перевод Пеньковского, примечание редакции Сборник имел большой успех Людям приятны простые и сладкие волнения Образ старика, который с любовью приемлет свою роль деда Всегда будет нравиться Притом было столько новизны стремления обожествить детей Подобно тому, как множество поэтов обожествляли своих возлюбленных Создателю легенды веков Писал Теофиль де Банвиль Только ему одному и могло прийти это желание И будет совершенно правильно сказать, что в искусстве и в поэзии Тема дитя началась именно с него Наполнилась жизнью только с его творений Первое издание сборника было распродано за несколько дней За ним быстро последовало несколько переизданий Жорж и Жанна стали легендарными детьми Париж восхищался ими, как Лондон, своими наследными принцами Дьявол и его влечения Еще до гроба материя вас покидает Виктор Гюго Умилительные прогулки с Жоржем и Жанной Ангельские стихи любящего деда Не должны искажать образ Виктору Гюго в последние годы его жизни Преклонение перед детской чистотой не положило конец любовным похождениям старика 11 января 1877 года Алиса объявила Виктору Гюго, что после шестилетнего вдовства Она выходит замуж за Эдуарда Лакруа, депутата от департамента Буш-Дюрон Бывшего секретаря Ренана, остроумного и зрительного журналиста Она выразила желание, чтобы в числе извещающих фигурировал и ее знаменитый свекор То есть она просила, чтобы сам Виктор Гюго сообщил, что вдова его сына, Шарля, перестанет носить громкое имя Гюго Чтобы поддержать иллюзию о дружной семье, поэт согласился 27 марта 1877 года он написал Алисе «Дорогая Алиса, вы знаете, что я никогда не рассылаю извещений Однако ради вас я нарушу свои привычки в этом вопросе Не хочу отказать вам в вашей просьбе, которую вы выразили так мило и ласково, так изящно и грациозно Раз вам этого так хочется, поставьте мою фамилию в ваших извещениях Что касается Луи Блана и Вакири, выбор вы сделали прекрасный» Луи Блан и Вакири свидетели при заключении второго брака Алисы, состоявшегося 3 апреля 1877 года Примечание автора Но вот Алиса, как ей показалось, нашла в одном из стихотворений Гюго Намек на вдох, не сохранивших верность покойным мужьям И была этим опечалена Приняв к сердцу ее огорчение, Гюго написал ей «Милая, дорогая и прелестная Алиса, дочь моя, дитя мое, успокойтесь» Это стихотворение написано больше года тому назад, могу показать вам рукопись «Я, как и вы, знаю, что вы доверили свою судьбу доброму и великодушному человеку У меня только одна мысль — благословить вас» После брака с Нахи Гюго стал более свободен в своих действиях И он злоупотреблял этим, хотя ему было уже 75 лет Однако он прекрасно сознавал все беды, ожидающие влюбленного старика Недаром он задумал написать комедию «Развращенный Филимон» Оставшуюся в виде наброска, в котором безжалостно высмеивал себя самого Филимона нисколько не удерживала скорбь нежной баскиды Он поддался колдовскому очарованию молодой Аглай Взамен старухи юная девица Не солониной, а свежинкой насладиться Отведать булки вместо сухаря О, как чарует новая заря Все кончено, старуха, прочь ступай О, Господи, какой я шалопай Возвратившись домой после распутства Филимон нашел баскиду мертвый от нищеты и горя В отчаянии он попытался найти себе убежище у своей возлюбленной Но Аглай жестоко посмеялась над стариком с дыхателем Бормотавшим меж приступов кашля «Люблю тебя!» Конец сценария Над стариком опускается тьма ночная Это дьявол, дьявол, искуситель людей Опьянил его любовью, приняв образ Аглай Баскида же была его ангелом Все это говорится в заключительной сцене Срединебесной лазури после смерти По этой суровой концовке видно, что Филимон осуждал себя Душа не прощала гнусных плотских утех К тому же они были утомительны даже при такой телесной мощи, как у Гюго Первое предупреждение Гравис Кура «Тяжкая тревога» Заносил он свою записную книжку А 30 июня 1875 года отметил «У меня было странное явление внезапной потери памяти» Оно длилось около двух часов Он изнурял себя также литературной и общественной деятельностью Издал историю одного преступления, которую считал более актуальной, чем когда-либо Поддерживал кандидатуру Жюля Греви Выступал с красноречивой хвалой Вольтеру на празднествах по случаю столетия со дня его смерти Председательствовал на Международном литературном конгрессе Это было слишком много, даже для Титана В 1878 году, в ночь с 27 на 28 июня, в ужасную жару, после обильного обеда и яростного спора с Луи Бланом По поводу торжеств в честь Вольтера и Руссо, у него случилось легкое кровоизлияние в мозг Речь стала затрудненной, движения неверными, но он быстро пришел в себя И уже на другой день, несмотря на уговоры всех домашних, хотел был отправиться к Альба на набережную Турнель Дорогой мой, любимый мой, писал ему Жюльетта в пятницу 28 июня в 7 часов вечера Ты мне показался несколько утомленным Два доктора, Аликс и Се, с тревогой наблюдавшие за ним весь день, дали ему понять, что впредь он должен отказаться от всяческого гурманства Но, господа, — наивно сказал он, — согласитесь, что природа должна была бы предупредить Баскида Жюльетта умоляла его поскорее уехать на Гернси Он в конце концов сдался, и 4 июля они уехали На острове он быстро оправился Но алчные нимфы продолжали ему писать через посредничество поля Мериса Жюльетта, которая на этот раз жила в отфильхаузе, видела, как после получения почты Бюго рассовывал по карманам конверты В своих ежедневных пистулечках-каракульках она заклинала его соблюдать свое достоинство 20 августа 1878 года она писала ему «Гордое преклонение души моей перед тобою относится к божественной твоей сущности А вовсе не к грубому идолу животной любви и циничного распутства, которым ты не можешь быть Твоя ослепительная всемирная слава озаряет и твою личную жизнь «Заря твоей жизни была чиста, надо, чтобы ее сумерки были достойны уважения, были священны Ценой оставшихся мне дней жизни я хотела бы уберечь тебя от ошибок, недостойных твоего гения и твоего возраста» Он дулся, отвечал резко и дал ей прозвище «классная дама» «Ну как она может, — спрашивал он, — принимать всерьез письма сумасшедших истеричек?» «Я чувствую, что моя душа неразрывно связана с твоей душой», — писал он ей Но Жюльетта, ожесточившаяся, униженная, раздраженная, проявляла тогда особую озлобленность Для нее все становилось предлогом для ссоры Даже на Гернси, — говорит Жуана Лесклиц, жена секретаря Виктора Гюго, — эта женщина, которая пошла бы на смерть ради него, с каким-то удовольствием наносила ему булавочные уколы В результате этих вечных ссор больной поэт находился в нервном, раздраженном состоянии и изливал его на близких к нему людей Однажды утром произошло крупное объяснение по поводу письма, присланного их бывшей горничной Госпожа Друэ открыла письмо, затем последовали слезы и скрежет зубовный Едва все стихло, разразилась новая буря по поводу мешочка, обнаруженного в тайнике рабочего кабинета, куда госпожа Друэ частенько вторгалась и все переворачивала там вверх дном В мешочке, помеченном инициалами В.Г. лежало пять тысяч франков с золотом И тут вопрос поставлен был весьма грубо Для оплаты каких любезных услуг предназначались эти пять тысяч франков? В другой раз поднялся страшный шум по поводу записных книжек пятилетней давности, найденных в каком-то углу и содержавших в себе имена женщин Последовали слезы, упреки, ссоры А как-то раз вечером Гюго для потехи пошел прогуляться по улице Корнетов, которая на Гернсе отведена была для продажной любви Госпожа Друэ устроила своему другу яростную сцену и заявила нераскаянному грешнику, что она решила расстаться с ним и что решение ее бесповоротно Уеду в Иену, — говорила она, — доживать свой век около племянника и троих внучатых племянников В октябре она все еще колебалась, ехать ли ей с Гюго в Париж Предлагала его своячнице Жюли Шене, оставшейся хранительницей от Фильхауза, разделить с ней ее одиночество Но все же 9 ноября престарелые любовники вместе отплыли на пароходе Диана Мэрис снял для них на авеню Эйлау дом номер 130, особнячок, принадлежавший княгине де Люзиньян Супруги Лакруа, Жоржем и Жанной поселились рядом, в доме номер 132 Жюльеста, которой полагалось для приличия жить на своей половине, вскоре, однако, перебралась на третий этаж в комнату, соседнюю со спальней Виктору Гюго Где стены были обтянуты узорчатым штофом вишневого цвета, где стояла кровать эпохи Людовика XIII, святыми колонками, шифоньеру, венчанный бюстом, символизирующим республику и конторка, за которую он мог писать стоя Но, по правде говоря, со времени своей болезни он больше не работал С заботами его учеников ежегодно выходили прекрасные сборники его стихов В 1879 году – Высшее милосердие В 1880 году – Религия и религия Осел В 1881 году – Четыре ветра духа В 1882 году – Торквемада В 1883 году – Последний цикл легенды веков Литературный мир, полувозмущаясь, полувосторгаясь, удивился в столь плодовитой старости А фактически все эти стихи были написаны раньше Со времени отступничества Алисы Лакруа госпожа Друэ, хоть и была очень больна, играла роль полновластной хозяйки дома Трудную роль для изношенного организма старой женщины Звонок за звонком Посетители Званный обед за званым обедом Не считая объяснений в любви, которые падают густо, как мартовский град Гюго возложил на Жюльесту и Ришара Лесклида обязанность распечатать все письма, поступающие на авеню Эйлау Сделал он это для того, чтобы избавиться от неприятной повинности, разбирать почту и к тому же внушить доверие своей беспокойной подруге Но тайная корреспонденция поступала к нему через поле Мэриса При поддержке Лакруа, который встряхивал иногда великого старца, Жюльетта добилась полного его разрыва с Бланш Женщины это запугали, сказав ей, что Виктор Гюго может внезапно умереть в ее объятиях Уверили Бланш, что она убьет старика, если не расстанется с ним Жюльетта дала ей от имени Виктора Гюго сумму, необходимую на покупку книжной лапки Посоветовал ей выйти замуж и обещал добиться для нее прощения госпожи Ланвен Которая со времени герстейского скандала не желала видеть его виновницу Некой служащей Эмиль Рошерей, посвященный тайны Бланш и поклонник ее красоты Пожелал дать свою фамилию этой девушке с тремя именами Он был красив, обладал романтической и интеллигентной наружностью Бланш он знал со времени ее приезда с Гернси Она рассказала ему о своих несчастьях Он предложил жениться на ней гражданским и церковным браком Покинутая, павшая духом, разочарованная женщина согласилась 2 декабря 1879 года состоялась их свадьба в мэрии 20 округа и в церкви Иоанна Крестителя Со стороны невесты свидетелями были два ее соседа парикмахер Пьер Моро и колбасник Базиль Моро Свидетелями со стороны жениха был его родственник Констант Рошерей и сослуживец Андриен Борне Никто из семейства Ланвен не присутствовал на двойной церемонии бракосочетания Но вдова Рошерей госпожа Ларше дала согласие на брак ее сына с Бланш В записной книжке Виктора Гюго есть заметка, датированная 17 декабря 1879 года Б. Бланш вышла замуж Свадьба состояла 2 декабря в Белвиле Я узнал это из письма с извещением В супружеском союзе у Альба родилась дочь Эмили А затем два сына Жорж и Луи Бланш не нашла счастья в браке с Рошереем Впав в глубокое уныние, она забросила свою семью и свою торговлю Бланш удалили Но на ее место быстро нашли заместительницы В семьдесят восемь лет Гюго тайком переписывался с Жанной Эслер С девицей Адель Галуа и с Леони де Витрак, вдовой Лизажа, которая жаждет наследовать мне и не требует кроме стола и постели никакого вознаграждения, иронически писал Жюльетта Она поэтесса, она обожает тебя и прочее и тому подобное Надеюсь, миленький мой великий человек, что ты перестанешь неосторожно привлекать к себе эту даму Обожжешься на молоке, дуешь на воду Истерзанное сердце боится новых ран Прежние раны еще так сильно кровоточат у меня, что я не могу быть к этому равнодушной Но как бы ни соблазняла тебя такая особа, умоляю избавить меня от тревоги, которую это мне внушает На долю возлюбленной с высокой душой все же выпало и при том несколько раз большое удовлетворение В сентябре 1879 года она сопровождала своего любимого Вилькье И была очень польщена тем, что ее принимало у себя семейство Вакири Однако она не пошла с Виктором Гюго на кладбище Правда, он и не предлагал ей пойти Пожалуй, сама Жюльетта, исполнившую сугрюмого смирения, сочла неприличным посетить вместе с ним могилу Адели Это вполне можно предполагать, да и в ежедневной ее записке Виктору Гюго заметна тайная горечь Жюльетта Друэ, Виктору Гюго, Вилькье, 13 сентября 1879 года Я не посмела попросить, чтобы ты взял меня с собой в свое паломничество Но жертву, принесенную мною ради жалких приличий, я восполнила молитвой перед Богом за упокой души дорогих тебе усопших Если ты разрешишь, я перед отъездом из Вилькье схожу на кладбище, помолюсь там под открытым небом И преклоню колено перед священными могилами в знак того, что я глубоко чту память твоих близких и вечно буду благословлять их Я пойду на кладбище лишь с твоего согласия, так как ни за что на свете не хочу нарушить установленные правила благопристойности Внешним проявлением высокого чувства, которое питая в душе к дорогим тебе людям, ушедшим из жизни А Гюго в это время сделал в своей записной книжке следующие заметки 12 сентября 1879 года После завтрака ходил на могилу дочери Кладбище примыкает к церкви Могила Леопольдины находится в середине семейной ограды и окружена отдельными могилами Муж ее покоится вместе с нею В надписи на плите указаны даты их свадьбы и смерти Ниже вырезано «Де профундис кламави атте» «Из бездны взывают к тебе» Латынь, примечание редакции Впереди могила моей жены с надписью на надгробной плите «Адель, жена Виктора Гюго» Вокруг расположены могилы семейства Вакири Молитва, любовь Я пробыл там до шести часов вечера Зашел в церковь Церковь в Вилькье построена в пятнадцатом веке Простая, но красивая Содержится хорошо 18 сентября 1879 года Ходил на могилу, молитва Они меня слышат Я слышу их В 1881 году Виктору Гюго пошел восьмидесятый год День его рождения был отмечен как национальное празднество На авеню Эйлау воздвигли триумфальную арку Народ Парижа призывали продефилировать 26 февраля под окнами поэта Провинциальные города прислали многолюдные делегации цветы Премьер-министр Жюль Ферри накануне чествования явился в Гюго на дом поздравить его от имени правительства Во всех лицеях и школах были отменены наказания провинившимся ученикам Целый день, словно не замечая февральского холода, Гюго стоял у открытого окна со своими внуками Жоржем и Жанной Смотрел, как движутся по улицу шесть его опочитателей, в котором участвовало 600 тысяч человек Над мостовой вздымался высокий холм цветов Торжественно кланяя, Гюго благодарил проходивших мимо него людей Шаре де Помероль как-то сказал поэту, что он им восхищался, когда тот, уже убеленный сединами, стоял у окна с глазами полными слез и держал внуков в объятиях На что Гюго, глядя на Жоржа и Жанну, ему ответил Да, они очень милы, такие славные маленькие республиканцы На следующей неделе, когда он вошел в зал Люксембургского дворца, Сенат встал и встретил его аплодисментами Леон Се, председательствовавший тогда, сказал кратко Гений прибыл на заседание, и Сенат встретил его рукоплесканиями Зрелище небывалое Человек, который в пору своей зрелости и честолюбия затягивался вшитый золотом мундир пера Франции Теперь похож был на какого-нибудь столера, старого каменщика И Франция чтила этого старца в пиджаке из черного альпага, крепкого, как скала, о которой били сбурные волны долгих лет В июле авеню Эйлау переименовали в авеню Виктора Гюго И теперь друзья могли писать господину Гюго, проживающему на собственной своей улице 14 июля снова шествия с музыкой, оркестрами, хорами, певчих В сто раз гремела Марсельеза, которую он так любил День его именин, 21 июля, праздновался в более тесном кругу Каждый раз, как толпы людей заполняли в триумфальном шействе авеню Гюго К ним присоединялась неутешная бланш Она проходила вновь и вновь, желая хоть мельком увидеть утраченного, но незабытого старого своего друга Она была теперь несчастна, ибо видела, что соединила свою судьбу с негодяем Он злоупотребил доверием своей жены, промотал ее деньги И угрожал Лакруа публиковать письма и любовные стихи Который бланш получал от своего знаменитого обольстителя В самый разгар апофеоза Гюго это вызвало бы еще более громкий скандал, чем его адюльтер в 1845 году Поэт в отчаянии воскликнул Долгая честная жизнь, 80 лет, преданное служение людям, добрые дела вместе с женщиной, ради женщины, через посредства женщины И все привело к низкой, пошлой, гнусной клевете, к мерзости Шантажист продал Лакруа очень дорого, оригиналы рукописей, компрометировавших поэта Чистому сердцу Альбы доставили горькие страдания и переговоры об этой продаже Она сблизилась с друзьями поэта, говорит госпожа Лисклид Мы часто видели ее в Лувре, в отделе копий Она приходила туда узнать у Лисклида новости о господине С какой жадностью она слушала все, что говорилось о нем Ее строгое лицо на мгновение оживлялось Потом она снова впадала в уныние и плакала горючими слезами Скорбь ее была искренней На авеню Виктора Гюго Бланш подолгу стоял на тротуаре Подстерегала минуту, когда выйдет поэт, стремилась увидеть его Поль Мерис мягко обходился с этой несчастной удрученной женщиной Если встречался с нею, когда она прохаживалась около дома Однажды госпожа Друэ узнала свою бывшую горничную Пришла в Нисовый гнев и устроила мэтру ужасную сцену О, ревность! С желчью наполняющей душу С 21 августа по 15 сентября 1882 года Жюльета Друэ, теперь лишь номинальная, но признанная, наконец, возлюбленная Виктора Гюго Гостила вместе с ним в Элле-Росу Поля Мериса Ей приятно было, что ее допустили в этот дом Ведь госпожа Мерис прежде никогда не желала принимать ее у себя А по возвращении она слегла У нее была злокачественная опухоль кишечника В возможденном старческом лице женщины, угасавшей от рака Ничего не осталось от чудесной красоты, которой она облистала в 1830 году Разве только ласковая нежность глаз и красиво очерченный рот Когда больная могла, вся скорчившись, посидеть в кресле у окна своей спальни Она видела на другой стороне улицы спокойный монастырский сад И, чтобы не думать, смотрела на сестер общины премудрости Вспоминала свое детство, проведенное в монастыре вечного поклонения Сознавая, что она обречена, Жюльетта просила разрешить, наконец, вопрос с двойной могилой Имея в виду могилу своей дочери Клер и свою собственную Ей хотелось, чтобы они были рядом А Гюго все не предпринимал необходимых для этого шагов Жюльетта писала ему 19 октября 1881 года Если это тебе хоть немного неприятно, разреши, чтобы я одна занялась хлопотами И на днях утром я это сделаю, нисколько не нарушая твоих привычек и домашнего обихода Ты не можешь мне в этом отказать, и я прошу сделать все сейчас же, так как время не терпит Через год, 1 ноября 1882 года, больная попросила поэта Поищем вместе в дивных стихах, какие ты мне когда-то посвятил Строки, которые должны служить мне эпитафией, когда нас уже не будет на свете Престарелая чета в последний раз отправилась в Сен-Манде 21 июня 1882 года Жюльетта навестила покойную дочь, а Гюго — свою дочь, содержавшуюся в доме умалишенных В тот день он уже в 8 часов утра получил трогательную записку «Дорогой, любимый мой, спасибо, что ты повезешь меня сегодня в Сен-Манде для печального и нежного свидания Мне кажется, что у могилы моего ребенка мне не так горько будет думать о предстоящем Надеюсь, ты увидишь свою дорогую дочь в добром здравии И мы вернемся с тобой после нашего паломничества, если не утешенными, что невозможно в этом мире То, по крайней мере, смирившимися с волей Господней В театральном мире вспомнили, что 22 ноября 1832 года состоялась премьера драмы Гюго «Король забавляется» И что запрещенная тогда пьеса второй раз уже не появилась на сцене Чтобы отметить ее 50-летие, Эмиль Перен, директор французского театра, возобновил постановку драмы И добился, чтобы первое представление состоялось 22 ноября 1882 года Умирающая Жюльетта присутствовала, высшая честь, на этом спектакле вместе с Виктором Гюго И сидела с ним в директорской ложе Президент республики Жюль Греви занимал правительственную ложу на авансцене После великого почета Жюльетте оставалось только одно — умереть от голода О, мрак! Когда освобожусь от оболочки бренной, Не оскорби меня, мой друг, изменой Шепнула к небу, устремляя взгляд Иначе для меня на небе будет ад Виктор Гюго Жюльетта знала, что смерть ее близка Но старалась говорить об этом как можно меньше Ибо Виктор Гюго, подобно Гете, требовал, чтобы каждый, желая предстать перед ним Смыл с лица своего уныния и стряхнул с себя грусть На званых обедах в его доме Жюльетта, исхудавшая, неузнаваемая, играла возвышенную комедию Она не хотела, чтобы ею занимались за столом И поднимала пустой бокал, когда Виктор Гюго пил за ее здоровье, провозглашая, что он имел счастье встретить ее пятьдесят лет тому назад Когда поэт спрашивал, что же вы ничего не кушаете, госпожа Друэ, она отвечала, не могу, сударь Но она еще могла по ночам, стоило Виктору Гюго закашляться, встать с постели, чтобы приготовить ему лекарственный отвар 1 января 1883 года она написала последнее свое письмо Дорогой, обожаемый мой, не знаю, где я буду в эту пору на следующий год, но я счастлива и горда тем, что могу подписать свидетельство о своей жизни в истекшем году двумя словами Люблю тебя, Жюльетта А он в последнем новогоднем поздравлении написал Жюльетте Когда я говорю тебе, будь благословенна, это небо Когда говорю, спи спокойно, это земля Когда говорю, люблю тебя, это я Она уже совсем не могла есть Каждый вечер Виктор Гюго проводил час у ее постели И умирающая с богоговением слушала его речи, которыми он старался убедить ее, что она не больна Она пыталась улыбаться, она до конца сохраняла при нем героическую вывершку Она умерла 11 мая 1883 года в возрасте 77 лет Виктор Гюго похоронил ее на кладбище Сен-Манде рядом с Клер-Продье Под надгробной плитой, которую Жюльетта сама выбрала Виктор Гюго был так удручен, что не в состоянии был выйти из дому и проводить усопшую Огюст Вакири, являвшийся по желанию Гюго распорядителем похорон, произнес на кладбище речь Та, кого мы оплакиваем, была доблестным человеком Он сказал, что она имеет право на свою долю славы, ибо приняла на себя и немалую долю испытаний Такое же чувство было и у Виктора Гюго В феврале 1883 года, в день его золотой свадьбы с Жюльеттой, он подарил ей свою фотографию с надписью «Пятьдесят лет любви» — вот самое прекрасное супружество Это была честь справедливо оказанной женщине, которая после бурной жизни стала примером всепоглощающей и все искупающей жертвенной любви А был ли Гюго достоин ее жертв? Если чувственное влечение угасло, привязанность никогда не ослабевала Приобщив Жюльетту к своему творчеству, он создал ей беспримерную жизнь Много говорилось о его чудовищном гюгоизме, но чтобы внушить такую любовь, нужно иметь, кроме гениальности, еще и человеческие достоинства Ничто так не говорит в пользу Гюго, как нерушимая любовь к нему этой женщины высокой души Гюго это знал Игрок мой осенит великая любовь Она была земной и грешную сначала, но чистотой своей весь путь мой увенчала Жюльетта оставила завещание Некоторое время у нее было в руках целое состояние Гюго положил на ее имя 70 акций Бельгийского национального банка В 1881 году их стоимость составляла 120 тысяч франков Он думал тогда, что умрет раньше своей подруги, и хотел обеспечить ее Когда же он узнал о ее смертельном недуге, и особенно когда очень возросло влияние на Жюльетту со стороны семейства Кох Он попросил ее перевести акции на него Подтвердение Жюльетты Всего 8 сентября 1881 года господин Виктор Гюго вступил в полное владение 70 акциями Бельгийского национального банка Из коих 35 акций на предъявителя и 35 именных И те, и другие акции он мне в свое время подарил Акт о передаче ему всего щедрого дара, совершенный по моему желанию, был сегодня же выдан ему национальным банком Ж.Д Взамен возвращенного дара и в награду за великое бескорыстие Жюльетты Виктор Гюго назначил ей пожизненную ренту в 20 тысяч франков, если она против всякого ожидания пережила бы его У Жюльетты Говен, именовавшейся Жюльеттой Друэ, кроме ценных бумаг оставались также драгоценности, художественные вещи, бесценные рукописи После ее смерти оказалось, что вся ее мебель, находившаяся в отфельсерии и в парижской квартире, серебро, драгоценности, рукописи, переписка, портреты, переходят к ее племяннику Луи Коху Завещание Жюльетты, пункт 3. В том случае, если господин Виктор Гюго пожелал бы выкупить в качестве памятных для него вещей любые из предметов, завещанных мной в двух предыдущих пунктах Я хочу, чтобы мои наследники согласились продать ему любые из указанных выше предметов, сообразно желанию, выраженному господином Виктором Гюго Пункт 5. Что касается наличных денег в серебряных, в золотых монетах или в банковых билетах, каковы и могут оказаться у меня в довольно значительных суммах Заявляю, что все они принадлежат господину Виктору Гюго и были доверены им мне для управления его личным состоянием Следовательно, все наличные деньги должны быть полностью возвращены господину Виктору Гюго как принадлежащие ему Виктор Гюго ничего не выкупил Если бы он просмотрел бумаги, скопившиеся у жюльетты, он нашел бы там среди прочих сувениров пачку своих любовных писем госпоже Биар Которые жестокая Леони переслала когда-то своей сопернице Но Леони, как бы ни была она прелестна, никогда не занимала такого большого места в жизни поэта, как его возлюбленная с великим сердцем В день смерти госпожи Друэ ум и сердце Виктора Гюго исполнили скорби Как жить, когда ее уж больше нет? Мне тяжко бремя предстоящих лет О, Господи, молю, не жди ни дня, скорее призови, возьми меня Бывает, что закаты равны апофеозам Не так-то легко выводить из сердца веру в Бога Виктор Гюго На авеню Виктора Гюго он продолжал принимать посетителей с обычной своей любезностью Целуя дамам ручки, а если они были в перчатках, касался поцелуем запястья Преданный секретарь Ришарли Склид писал за него письма Каждое воскресенье происходил традиционный прием, привлекавший толпу гостей Гюго, казалось, был далек от всего Камил Сен-Сан, побывав на обеде у Гюго, так описывает поэта Маэстро сидел в конце стола, говорил мало При своем крепком сложении, твердом и звучном голосе, спокойном благодушии Он не производил впечатления старика А скорее существа без возраста Существа вечного, которого время не смеет коснуться Увы, ничто не остановит руку времени И этот светлый ум уже начал проявлять признаки угасания После смерти Жюльетты Блан Шаршерей попыталась встретиться с ним Недолгая связь с великим поэтом оставалась единственным ярким воспоминанием ее разбитой жизни Место госпожи Дроя было теперь вакантным И Альба надеялась, что Виктор Гюго, освободившись от иго, тяготевшего над его жизнью, наконец вернется к ней Но восьмидесятилетние старики хоть и помнят самое далекое свое прошлое А все же память изменяет им в отношении недавних событий К тому времени, когда Гюго потерял Жюльетту, он не видел Блан Шаршерей уже пять лет И, может быть, позабыл ее Она тщетно пыталась завести с ним переписку Все ее послания, в которых чередовались гнев и мольбы, резкости и смирения, были перехвачены Друзья Гюго видели в ней теперь назойливую попрошайку «Только что приходила Бланш», — писал Лесклид в 1884 году «У нее несчастные все продали за долги Она живет теперь в кердачной коморке на острове Сен-Луи Гюго не хотел, чтобы теперь отмечали день его рождения Разве можно праздновать его? Друзья, откажитесь от этого В моей жизни столько скорбных утрат, что праздников в ней больше нет Крепко его организм стал, наконец, изнашиваться Он уже не мог бежать за омнибусом и, догнав его, взбираться на империал Однако Гюго еще выходил из дому Поэт часто бывал на заседаниях Академии Когда в ней за смертью Академика освобождалась вакансия Гюго всегда голосовал за Лекон де Лиля Так как ему надоедало выбирать из предложенных кандидатов Постоянный секретарь Камил Дусе говорил ему Но ведь это не по правилам Голосовать за кого-нибудь можно, только когда этот человек письменно выставил свою кандидатуру Знаю, знаю, отвечал Гюго, но мне так удобнее На обеде у Маньи приводили его шутку Пора уж мне поубавить с собой население мира А во сне он сочинил такую стихотворную строку Скоро перестану я своей особой загораживать горизонт Нередко голос Гюго разносился по всему миру Когда он выступал в защиту евреев от погромов В защиту повстанцев от репрессий Ромен Ролан с юности хранил номер Дон Кихота Где цветная иллюстрация изображала, как старый орфей В ореоле белоснежных седин играет на лире И пением своим хочет спасти жертву гонений Своего рода французской толстой Он взял на себя обязанности пастыря огромного человеческого стада Слова его были высокопарны А старческий дрожащий голос нисколько не устрашал палачей Но мы, миллионы, с благоговением, с гордостью Прислушивались к его отдаленным отзвукам Было прекрасно, было необходимо Чтобы кто-то защищал справедливость Имя старика Гюго сочеталось со словом «республика» Из всех прославленных творцов в литературе и в искусстве Лишь его слава осталась живой в сердце народа Франции В августе 1883 года молодой Ромен Ролан впервые увидел Виктору Гюго Это было в Швейцарии, куда Алиса Лакруа привезла поэта на отдых Сад отеля Байрон заполнила толпа почитателей, сбежавших со собой с берегов озера Лемон Над террасой развивалось трехцветное знамя Старик Гюго вышел с двумя своими внуками Какой же он был старый, весь седой, морщинистый Брови насуплены, глаза провалились Мне казалось, что он явился к нам из глубины веков В ответ на крики «Да здравствует, Гюго!» он поднял руку, как будто хотел сердито остановить нас И крикнул сам «Да здравствует, республика!» Толпа, — добавляет Ромен Ролан, — пожирала его жадным взором Рабочий, стоявший возле меня, сказал своей жене «Какой же он безобразный! А хорош! Здорово хорош!» В Париже его встречали на улицах, даже когда шел снег, без пальто в одном сюртуке «По молодости лет обхожусь без пальто», — говорил он Солисой Лакруан посетил мастерскую Бартольди, чтобы посмотреть статую Свободы, над которой скульптор тогда работал Зачастую он прогуливался под руку с молодой поэтессой, переводчицей Шелли и бывшей лектрисой русской императрицы Толей Дориан, урожденной княжной Мещерской Однажды, проходя с нею по мосту Иены, он остановился и, глядя на солнечный закат, пылавший в небе, сказал своей спутнице «Какое великолепие! Дитя мое, вы еще долго будете видеть это, но передо мною скоро откроется зрелище еще более грандиозное Я стар, вот-вот умру, и тогда я увижу Бога. Видеть Бога, говорить с Ним — великое дело. Что же я скажу ему? Я часто об этом думаю, готовлюсь к этому» Он неизменно верил в бессмертие души Одному из своих собеседников, утверждавшему, что когда мы расстаемся с жизнью, все конченой для души, он ответил «Для вашей души, может быть, это и верно, но моя душа будет жить вечно, я это хорошо знаю» Своему секретарю, когда тот пожаловался на холодную погоду, он ответил «Погода не в наших руках» Вскоре после смерти Жюльетты он пошел к священнику, Дону Боско, поговорить с ним о бессмертии и прочих вещах «Да-да, я принял его», — говорил потом этот священник, и мы с ним побеседовали «Он-то лично относится к этим вопросам уважительно» «А какое у него окружение! Ах, это окружение!» Когда он молился за себя самого и за своих усопших, окружавшие его атеисты, вероятно, краснели за эти слабости и старались прикрыть плащом наготу старого Ноя, опьяненного верой в загробную жизнь Анатоль Франц, в молодости усердно посещавший воскресные приемы на авеню Эйлау, писал «Надо все же признать, что в его речах было больше слов, чем идей» Больно было открыть, что сам он считает высочайшей философией скопище своих банальных и бессвязных мечтаний Не лишним будет противопоставить этому взгляду мнение философа Ренувье Мысли Гюго — это самая настоящая философия, являющаяся в то же время и поэзией Оленджа говорит «Разум — сила искусственного ритера» Но предсказать то, на что никто не надеется и чего никто не хочет — это превосходит силы разума За такие свойства человек и удостаивает у люлюка ненавистников, и эта честь длится для нашего поэта до сих пор Морской старец уже давно и твердо знал, во что он верит Он верил, что всемогущая сила создала мир, хранит его и судит нас Он верил, что душа переживает тело и что мы несем ответственность за свои поступки В 1860 году он написал свое кредо «Я верю в Бога, верю, что у человека есть душа, верю, что мы несем ответственность за свои поступки «Вручаю себя зиждителю вселенной, поскольку ныне все религии ниже их долга перед человечеством, Богом, я желаю, чтобы никаких священнослужителей не было при моем погребении Оставляю свое сердце милым мне, любимым существам» 31 августа 1881 года он написал твердой рукой завещание Бог, душа, ответственность Трех этих понятий достаточно для человека Для меня их достаточно В них самая суть религии Я жил в ней, в ней и умираю Истина, свет, справедливость, совесть — это Бог Deus dies Бог — день Латынь Примечание редакции Оставляю сорок тысяч франков бедным Хочу, чтобы меня отвезли на кладбище в катафалке для бедняков Моими душеприказчиками являются госпожа Жюль Греви, Леон Се, Леон Гамбетта Они привлекут к делу тех, кого пожелают Передаю все свои рукописи и все написанное или нарисованное мною, что будет найдено, в Парижскую национальную библиотеку Который станет когда-нибудь библиотекой Соединенных Штатов Европы После меня остается больная дочь и двое малолетних внучат Да будет над ними всеми мое благословение За исключение средств, необходимых на содержание моей дочери В сумме восьми тысяч франков ежегодно Все принадлежащее мне оставляют двум моим внукам Указываю настоящим, что должна быть выделена пожизненная годовая рента В сумме двенадцати тысяч франков, которую я назначаю их матери Алисе И ежегодная пожизненная рента, которую я назначаю мужественной женщине Спавшей во время государственного переворота мою жизнь с опасностью для своей жизни А затем спавшей чемодан с моими рукописями Скоро закроются мои земные глаза Но мои духовные очи будут зрячими, как никогда Я отказываюсь от погребальной службы любых церквей Прошу все верующие души помолиться за меня Виктор Гюго В короткой приписке к завещанию, врученной им Огюсту Вакири 2 августа 1883 года Он выражает те же мысли, но стиль там более отрывистый и более свойственный Гюго Оставляю пятьдесят тысяч франков бедным Хочу, чтобы меня отвезли на кладбище в катафалке для бедняков Отказываюсь от погребальной службы любых церквей Прошу все души помолиться за меня Верю в Бога Виктор Гюго Гюго знал теперь, что он близок к смерти Свою записную книжку он занес 9 января 1884 года Следующие строки Печален и к земному глух Слабеет плух И взор потух Господь прими мой дух За несколько дней до смерти он был на обеде Устроенном комитетом общества литераторов в ресторане «Золотой лев» Так как Гюго ничего не говорил за столом Все думали, что он дремлет Но он все прекрасно слышал и поразительно красноречиво ответил на тост, произнесенный в его честь Порой он пронизывал людей мрачным и грозным взглядом Но внуку своему он говорил «Любовь, ищи любви Дари радости, сам стремись к ней Люби, пока любится» Даже в последние дни в нем еще жил фавн, призывавший к себе нимф До конца жизни в нем не угасала требовательная, неутолимая мужская сила В своей записной книжке, начатой 1 января 1885 года, он еще отметил 8 любовных свиданий И последнее из них произошло 5 апреля 1885 года Но он знал, что в его возрасте ни наслаждения, ни слава уже не могут служить убежищем от мыслей о смерти Когда ж ты, наконец, прославлен, вознесен, тебя хватают вдруг и выдворяют вон Где вскрыться? Близится твой кредитор суровый Напрасно силишься ты задвигать засовы, чтоб не впустить его, чтоб задержать чуть-чуть Нет, ноги все-таки придется протянуть У смерти много средств турнуть тебя отсюда Падение с лошади, вульгарная простуда, катар, песок в моче, да мало ли хвороб И вот уже в дверь стучит не девушка, а поп Виктор Гюго, «Четыре ветра духа», перевод Донского, примечание редакции Для него гибельной случайностью оказалось воспаление легких, которым он заболел 18 мая Он почувствовал, что это конец, и сказал Полю Мерису по-испански «Скажу смерти, добро пожаловать» В предсмертном бреду он еще создавал прекрасные строки стихов «Идет борьба меж светом дня и мраком ночи» И эти слова выражали его жизнь, да и жизнь всех людей 21 мая архиепископ Парижской, кардинал Гибер Написал госпоже Лакруа, что он вознес усердную молитву за знаменитого больного поэта И если Виктор Гюго пожелает видеть священника, он, кардинал Гибер Счел бы для себя сладостным долгом принести ему помощь и утешение В коих человек так нуждается в часы жестоких испытаний Епископу ответил Эдуард Лакруа, поблагодарил его и сказал Получив это письмо, кардинал сказал, что Гюго, как видно, готов отойти к Богу Но не хочет, чтобы Бог пришел к нему На самом же деле самого Гюго об этом не могли спросить, так как у него уже началась агония Он скончался 22 мая, простившись с Жоржем и Жанной Я вижу черный свет, сказал он перед смертью Это были его последние слова, и они перекликаются с одним из лучших его стихотворений Ужасное черное солнце, лучами насылающие мрак Предсмертный его хрип напоминал скрежет гальки, которую перекатывает море В тот час, говорит Ромэн Ролан, когда старый бог расставался с жизнью В Париже бушевала буря, гремел гром и падал град Получив известие о его смерти, Сенат и Палата депутатов Прервали заседание по случаю его кончины в знак национального траура Принято было решение вернуть пантеона назначение, которое в свое время дало ему учредительное собрание Восстановить на фронтоне надпись «Великим людям признательное Отечество» И похоронить Гюго в этой усыпальнице, после того, как тело будет для прощания выставлено под триумфальной аркой Это было сделано ночью 31 мая Весь Париж до утра бодрствовал возле усопшего «Незабываемое зрелище, — пишет Боррес, — высоко поднятый гроб В ночной тьме скорбные зеленоватые огни светильников озаряли императорский портик И дробились на керасах всадников, державших факелы в кордоне, который сдерживал толпу От самой площади согласия приливало людское море Подступая огромными водоворотами, волны его надвигались на испуганных коней Стоявших в двустах метрах от постамента с гробом И наполняли ночь гулом восторженных воскресаний Люди создали себе божество Двенадцать молодых французских поэтов составляли почетный караул Вокруг триумфальные арки, повсюду, на улицах, в домах Тысячи людей читали в полголоса его стихи Как шелест слышали строфы, строки, отдельные слова Главное — слова, слова, слова Ведь в них были него честь, его сила, — говорит все тот же Боррес Ведь Гюго возродил французское слово Да, он, Гюго, был мастером, знатоком французского слова Но у него был еще и другой, более блистательный титул Знаток человеческих чувств Он лучше других воспел то, что испытывали все Скорбь, которой Родина чтит своих погибших сынов Радости молодого отца, прелесть детства, блаженство первой любви Болг каждого перед бедняками, ужас поражения и величие милосердия Голос целого народа убаюкивал поэта, уснувшего вечным сном Эта ночь была вакхической, — говорит Ромэн Ролан На площади согласия статуи городов Франции драпировал траурный креп Но на площади звезды, вокруг триумфальной арки, под которой почевал поэт, Одержавший победу на поле славы у великого своего соперника Наполеона, И речи не было о слезах и земных поклонах Там шло ярмарочное гуляние, как и у иорданца Толпы с форума и субурры смешали супраха императора Затем на расцвете, среди этого веселья, этой пышности, этих ликторов и легионеров Этих холмов из цветов и венков, этих воинских доспехов В пустом пространстве показались нищенские дроги, совсем голый черный катафалк С двумя веночками из белых роз Приехали за мертвецом Последняя антитеза В этот самый час под темными сводами монастыря Кармелита, Квсюли Племянница генерала Гюго, Иннокиня Мария, окруженная другими монахинями Преклонив колено, молилась о вечном покоении души усопшего Торжественное похоронное шествие проводила Виктора Гюго с площади звезды до Пантеона За гробом шло два миллиона человек На улицах, по которым катился этот поток людей, с обеих сторон выселись мачты со щитами, гласившими Отверженные, осенние листья, созерцание 93-й год В фонарях, горевших среди бела дня и покрытых крепом, трепетали бледные огни Впервые в истории человечества нация воздавала поэту почести, какие до тех пор оказывались лишь государем и военачальником Казалось, Франция хотела в этот день траура и славы повторить Виктору Гюго те слова, которые он пятьдесят лет тому назад обратил к тени Наполеона О, справим по тебе мы неплохую тризну, а если предстоит сражаться за отчизну, у гроба твоего пройдем мы чередой Европой, Индии, Египтом обладая, мы повелим, пускай поэзия молодая споет о вольности молодой Виктор Гюго, колонии, песни «Сумерек», перевод Антокольского, примечание редакции Этот апофеоз напоминал пышные погребальные церемонии Востока Но вот разошлись толпы народа, удалились министры Как маршала Наполеона после прощания с ним Фонтенбло Старые молодые писатели, выходя из пантеона с облегчением, воскликнули «Ух!» Маларме же не воскликнул «Ух», но пожалел, что Гюго будет лежать в пантеоне среди ученых и политических деятелей, привыкших к куполам парламентов и академий, что его положат в склеп, меж тем, как в Люксембургском саду он почивал бы под сенью дерев или на просторной поляне Люди устают от всего, даже устают восхищаться В последующие полвека слава Гюго претерпела много превратностей Стихи новых поэтов Бодлера, Маларме, Валери казались более современными, более отвечавшими новым требованиям и более отделанными в каждой страфе Но без Гюго этих поэтов никогда бы не было, они и сами это провозгласили Стоит представить себе, — говорил Бодлер, — какой была французская поэзия до его появления и какой молодой силой наполнилась она с тех пор, как он пришел Стоит вообразить, какой скудной была бы она, если бы он не пришел И невозможно не признать его одним из тех редкостных и провиденциальных умов, которые в плане литературном приносят спасение всем Аполь Валери говорит, этот человек был воплощением могущества Чтобы измерить его силу, достаточно изучить творчество поэтов, возникших вокруг него Чего только не пришлось им изобретать, чтобы сохранить свое существование рядом с ним Прошли десятилетия Время, стирающее с лица земли холмы и пригорки, щадит высокие горы Над океаном забвения, поглотившим столько творений девятнадцатого века Архипелаг Гюго гордо вздымает свои вершины, увенчанные яркими образами Исторические памятники, ставшие символами эпох и крупнейших событий в жизни Франции По-прежнему неразрывно связаны с его стихами От башен собора Парижской Богоматери до купола на доме инвалидов, где еще колышутся полотнища знамен, развивавшиеся от его дыхания От триумфальной арки до вандомской колонны Весь Париж предстает перед нами как ода Виктору Гюго, как поэма из камня, чьими строфами были вершины нашей истории Сто пятидесятилетие со дня рождения Гюго отмечалось в пантеоне церемониями, проникнутыми почтительной признательностью и каким-то сановным чувством Еще никогда страна и творчество поэта не были связаны так тесно Больше полувека он был свидетелем нашей борьбы, эхом нашего ропота, певцом наших эпопей Эта славная, достойная античности близость побуждала его прославлять звоном колокола наши праздники Бить в набат, возвещая о наших бедствиях, похоронным звоном провожать наших умерших Еще и ныне его стихи, его страстные вопли, его пыл, его улыбки воздействуют на нас в тишине библиотек и в надписях на каменных надгробиях 10 июня 1952 года мы видели, как огромный собор заполнила сосредоточенная толпа Трехцветные флажки, спускавшиеся с высоких сводов до полу, трепетали при свете прожекторов, как живые блики пламени В полуоткрытые высокие врата собора виднелся старый-престарый квартал Парижа И там, как некогда вокруг триумфальной арки, огромным круговоротом колыхала толпа народа, прихлынувшая к паперти храма святой Женевьевы О, трава густая над могилами! Через несколько дней после официальных торжеств нам захотелось совершить паломничество к могилам двух женщин Которые заслуживают, чтобы их приобщили к этим воспоминаниям Госпожа Друэ похоронена возле своей дочери Клер на старом кладбище Сен-Манде Это пустынное место теперь окружают дома-предмести Жюлье сопросила, чтобы на ее могильной плите были вырезаны следующие стихи Виктора Гюго «Когда коснется тьма моих усталых глаз, и в сердце не останется огня Мой друг, скажи в тот грустный тихий час О, люди!» — думал он о вас, и он любил меня Но ни Жорж, ни Жанна Гюго, ни Луи Кох, племянник Жюльетты, не потрудились выполнить желание всеми позабытой покойницы Долгое время на голой могильной плите не было ни имени, ни даты И лишь когда Жюльетта посмертно нашла себе друзей в лице Луи Икара и его супруги, это желание было осуществлено Ныне общество друзей Жюльетты Друэ считает своим долгом поддерживать ее могилу И мрамор надгробия блещет белизной среди развалившихся памятников, покрытых мхом В Вилькье маленькое кладбище, поднимающееся по каменистому склону холма Примыкает к церкви и окружено стеной, скрытой густолиственными кустами бузины Здесь покоятся матросы и лосманы судов, плавающих по сене Близ кладбищенских ворот место, занятое девятнадцатью могилами двух семей Гюго и Вакири В изголовье каждой могилы там долго свел розовый куст И еще в 1914 году Гийом Аполлинер, навестивший их вместе с Андре Бельи, сорвал на могиле Леопольдины белую розу, которую он привез Элемиру Буржу На могильной плите надпись Шарль Вакири, двадцати шести лет, и Леопольдина Вакири, урожденная Гюго Вступили в брак 15 февраля Умерли 4 сентября 1843 года На эту могилу Гюго принес в некий день 1847 года букет из зеленых ветокамелы и цветущего вереска А вот новопись на плите Адель, жена Виктора Гюго И рядом слева могила другой Адели Гюго Несчастного существа с безобидными маниями, прожившего с 1830 по 1915 год Справа супруги Гюго, долго сохраняя незанятым место для ее господина и повелителя Хотя они знали, не предпочтет ли он почивать вечным сном на кладбище Пер-Ля-Шест Около своих сыновей и своего отца, генерала Гюго Признательная чизна сама разрешила этот вопрос, приняв его в пантеон Тогда пустующее место взял на себя Огюс Вакири Пожелав, чтобы его похоронили на кладбище этой нормандской деревни Около его родителей и рядом с той, которую он любил чистой любовью всю жизнь Он сам сочинил для себя эпитафию «Хочу и я покой найти в такой могиле Мне смерть была б легка, мы с ней друзьями были Я вновь пристанище, как в давние года, обрел бы рядом с ней, теперь уж навсегда» Перевод Ваксмахер, примечание редакции Он имел тут в виду свою мать, покоившуюся возле утонувших детей Но не думал ли он немного о своей любимой, когда писал эти последние в его жизни стихи? Мы спросили его об этом С высокого кладбищенского узборья мы смотрели вниз на свинцовые воды стены, на большие баржи, поднимавшиеся вверх по течению Черные тучи закрывали горизонт Бесформенные клочья тумана, расплываясь, медленно окутывали нас Внезапно разразилась гроза необычайной силы Засверкали зигзаги молний, загремел гром Между могилами побежали бурные потоки Нас пригвозили к месту непрестанные огненные стрелы Мысли о Гюго располагают душу к таинственному Нам казалось, что старый бог, владыка туманов и туч, бьет ствердь небесную этими чудовищными ударами Желая в последний раз показать нам, что хотя его праха и нет на семейном погосте Он остается его могущественным и грозным духом-властителем Конец книги Редактор Серовская Читала Репина Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова